Благодарю вас за аплодисменты. Мы начинаем очередной выпуск программы «Чёрное зеркало» в студии программы её ведущей Евгений Киселёв. Как всегда, мне помогает вести программу мой коллега Алексей Лихман. Здесь у нас собрались политики, политологи, журналисты. И, собственно, сегодня у нас будет в основном разговор о вопросах, связанных с внешней политикой. Я хочу напомнить, что сегодня день, когда два года назад началась российская агрессия, когда начали захватывать Крым. И сегодня мы тоже будем об этом говорить. Я хочу напомнить, что на будущей неделе встречаются министры иностранных дел нормандской четвёрки. Это очень важные переговоры, и тема продолжения перспектив минских переговоров тоже сегодня должна у нас прозвучать. Сегодня к нам чуть позже должен присоединиться по телемосту из Вильнюса министр иностранных дел Литвы Линас Ленкявичус. Я напомню, что Литва – это одна из тех стран Евросоюза, которые наиболее последовательно поддерживают Украину практически во всех вопросах на международной арене. И, насколько я знаю, позиция господина Ленкявичуса по ряду вопросов, скажем так, немного отличается от той позиции, которую мы часто слышим из уст разного рода высокопоставленных европейских дипломатов и политиков. Ну и, конечно же, мы не можем обойти некоторые другие вопросы. И, в частности, вот я, чтобы закрыть потом эту тему и к ней больше не возвращаться, хотел бы спросить, здесь присутствующие представители, в том числе разных фракций парламента, могут как-то прокомментировать появившуюся на ленте РБК новость о том, будто Арсений Яценюк добровольно написал заявление об отставке? Ну, я думаю, что, скорее всего, придется прокомментировать мне. Я думаю, что информация об этом, наверное, такая же правдивая, как и о том, что Арсений Петрович является боевиком неизвестных группировок в Чечне. Мне кажется, что пока мы не увидим и не услышим от него заявление, ну, относиться к подобным методам давления или к подобным методам провоцирования политического кризиса является некорректным. Поэтому информация не соответствует действительности. И официально об этом никто не сообщал. И таких планов на сегодняшний день, Арсений Петрович, нет. Ну, опровержений было более чем достаточно. И Максим Бурбак, лидер вашей фракции, с таким опровержением выступил, и министр внутренних дел Аваков. Вот теперь и вы. Вы, кстати, говорили сами с Арсением Петровичем. Нет, с Арсением Петровичем сегодня не разговаривал. Ну, хорошо, а в чем смысл этого вброса? Понимаете, если бы это появилось на каком-нибудь скандальном ресурсе... Да, я только хотел об этом сказать. Мы обратили на это внимание только потому, что это РБК. Один из самых уважаемых источников в нашей среде профессиональных. Какая-нибудь желтая газета или сайт какой-нибудь желтой газеты? Мы с глубоким уважением. Или российский ресурс? Мы с глубоким уважением относимся к сайту РБК. Это достаточно действительно грамотный ресурс. Я думаю, что у них будут какие-то внимание, информация, почему это так. Однако официальная информация о том, что есть такие даже планы, такой как бы информации нет. Возможно, было сегодня какой-то процесс, который мог привести к таким выводам. Однако таких... А скажите честно, вы сами когда прочли хотя бы на минуту, поверили в это? Знаете, я привык все время все проверять. То есть сегодня пресса является абсолютно не догмой какого-то источника. Можно прочитать все обо всех. В том числе о вас, в том числе обо мне, о Бориславе, о моих коллегах. Поэтому я всегда стараюсь проверять. То, что касается сайта РБК, это действительно правда. Это очень авторитетный сайт. И первое, что я сделал, безусловно, я позвонил в пресс-службу своей фракции. Узнаете вопросы о том, что что-то произошло, а мы об этом не знаем. Более того, я уверен, что Арсений Петрович, принимая такое решение, он бы заручился поддержкой своей фракции. Это более 80 человек, которые точно так же несут ответственность за политическую ситуацию. И мы четко получили ответ о том, что эта информация не является действительной. Я себе позволю, если две секунды. Ты знаешь, Георгий, вы очень уверены, что Арсений Петрович не писал заяву, а вот три ваших коллеги, с которыми я сегодня общался, они звонят проверять эту информацию. Чи отвечает она действительности, чи не отвечает. У тебя? Три коллеги из Народного фронта. Поэтому я думаю, что, наверное, стоит общаться с фракцией о таких вопросах. Ну и, в принципе, я зрителям скажу, мы, наверное, уже будем закрывать эту тему, да? Ну да. Еще пока подтверждение да нет. Зрителям, я скажу, что мы проверяем эту информацию по своим источникам. Оставайтесь с нами. Как только нам станет что-то известно, мы обязательно сообщим вам об этом первыми. Главное, что общество очень радостно встретило эту новину. Да, ну, оно еще не знает про эту новину. А откуда вы знаете? Я прошу прощения. Вы успели провести социологический опрос? Это такая фейсбук-качка. Вона так швидко летает по фейсбуку. И вся фейсбук в романтии. В любом случае, рано или поздно, эта отставка будет, и это будет ближче время. Тут сумнивей нет. Вы знаете, когда депутаты три недели не собираются, то обязательно надо запросить какую-то информповость, чтобы было о чем поговорить. Возможно, кто-то из чиновников решил так пошутить над нашим народом и дать такую радость опоблоку. Но, к сожалению, не ваш день. Но, тем не менее, давайте-ка мы, отталкиваясь от этого, перейдем к предстоящим важным событиям и прошедшим важным событиям, связанным с украинской дипломатией. Вот, смотрите, приехало два министра, причем министра, которые как раз входят в эту самую нормандскую четверку. Германские министры, французские министры иностранных дел. И, как я понимаю, они выразили некую озабоченность в ходе этого визита тем, что в Украине продолжается политический кризис. Сейчас буксуют реформы. Сейчас выяснилось, что лидеры всех парламентских фракций в выходные летят в Брюссель. И там тоже о чем-то будут разговаривать и договариваться. И вот здесь нет никакой связи, Григорий Михайлович? Между Брюсселем и визитом министра. Я не думаю, что тут есть связь. И сбросом, ну, пока что, судя по всему, это все-таки фейковая информация, но такие вбросы иногда имеют политическую нагрузку, что называется. Возможно, но по поводу Брюса единственное, что хочу сказать, что тут должен быть выбор. Или премьер Камикадзе, или народ Камикадзе. Я думаю, если стоит так выбор, то премьер, который обещал быть Камикадзе, должен проявить тут политическую смелость. Тем более, сегодня было опубликовано его интервью в газете «Франкфурт-Альгемайнерцайтунг», где он, кстати, не собирается советоваться с фракцией. Он говорит, я обратился к президенту и сказал ему, если вас не устраиваю, скажите мне, и я буду действовать соответственно. И второе, что он обвинил фракцию БПП в том, что фракция БПП рубит все прогрессивные реформы, которые представляет кабинет министров и только фракция Народного фронта, по-настоящему реформирская фракция. У меня в связи с этим вопрос. А как после этого премьер-министр Яценюк, если он хочет оставаться премьер-министром, собирается работать с парламентом и с четырьмя, и с пятью фракций? Ну, по-перше, я не думаю, что это официальный проект того, что сказал Яценюк. Это позитивные шаги. И это позитивные, действенные шаги можно видеть уже сейчас. Какие он не упоминал? Ну, знаете, Борислав, это интервью Франца вообще реформами никогда не занималась. Наверняка немецкие коллеги чего-нибудь там... Напридумывали. Напридумывали, неправильно перевели. Когда вы спросили, какая связь, или не является ли это вбросами какими-то... Все-таки это немецкая газета. С визитом был министр иностранных дел Германии Штайнмайер вместе со своим французским... Штайнмайер нещодавно агетовал нам менять Конституцию для Путяна вимоги. Ну, слушайте, давайте бережно ставиться, давайте свои украинские все-таки интересы защищать. Я прошу дать мне закончить. В связи с этим я просто принимал участие во встрече господина Штайнмайера и французского коллеги в парламенте с лидерами фракции. И очень примечательная фраза, которую, как я выяснил, он повторял и на всех своих встречах. И на встрече в Министерстве иностранных дел, и когда был совместный брифинг. Он сказал, мы не можем советовать с кем, с какими персоналиями и каким руководством, и каким образом в вашей стране двигаться вперед. Переведите, пожалуйста, на общедоступный язык. Это означает, что Германия, для Германии, для Франции, безразлично, кто будет премьер-министром, какая его будет фамилия, будет это он или она. Это было бы на кого сейчас, Памехович? Если бы советовали так, это было бы вмешательство. У нас же этим спекулируют. У нас Арсений Петрович открыто говорит, что его поддерживают Соединенные Штаты Америки. Хотя это не так, и мы это знаем. Сейчас прямым текстом сказала Германия и Франция, что никто не поддерживает именно Арсения Петровича. Главное, что они сказали, эффективное управление и доверие. Штайнмайер сказал буквально, внешняя политика может быть успешной только, когда есть доверие, но также на доверии базируется и успешная внутренняя политика. Как может быть успешна внутренняя политика, когда премьер-министр доверяет всего лишь 1%? Штайнмайер ничего не делал, пока Соединенные Штаты не начали защищать Украину, принаймні, санкции. Это очень технологичное вопрос. А кого мы сейчас вговорюем? От вы мне что-то объясните? От вы в Раде обговорювали это все, потом проголосовали. Мы голосовали, фракция Батьковщина голосовала за недоверию премьер-министра. Это не было вашу позицию, но не набрала в Раде голосов. Чому мы сейчас обговорюем? Потому что в стране политическая кризация. Вы что пропонуете закрить очи и керовать себя чутками? Розумієте, когда кризация и нет чуткости, возникают чутки. Когда возникают чутки, это означает, что нет пояснения. И не понимают люди, что будет завтра, что будет послезавтра. А что значит, нет чуткости? Что Арсеній Петрович вышел на брифинг и сказал, что у меня нет чуткости. Я вообще не знаю. Ну вот как мы интерпретируем, что нет чуткости? Вы знаете, у нас, я думаю, что народ украинский, украинское общество не понимает словосполучение политической кризи. Вот честное слово. Они не понимают, почему, например, за два года не можно было повернуть в краденые активы Януковича, которые сберегаются в Ощадбанке, в Уркорексибанке, в загальной сумме 2 миллиарда гривен. Эти деньги должны работать и находиться в загальном фонде. Мы первый закон в Комитете законодательного забезпечения правоохранной деятельности, который, между прочим, осуществляет ваш коллега, провели. Сейчас есть второй закон, внесенный в 40-57. А сегодня от этого зависит финансирование украинской армии. Иван, вам не кажется, что вы, как представитель большинства Верховной Рады, должны не обвинять в этом кого-то, а отчитываться, почему эти миллиарды до сих пор лежат на счетах? Вы знаете, мы начнем заседание 15 березня, червовое заседание сессии 8-го скликания Верховной Рады, именно с этого вопроса. А два года до этого почему они занимались? Я правильно понимаю, что этим вы подвели итог своей работы в большинстве ТОС? Это, на самом деле, и есть политическая криза, когда большинство Верховной Рады, коалиция, не способна выполнять за два года ни одного своего обязанства, ни своего обязанства. Не способна профессионально работать. Получается очень красиво. Мы сейчас как на шахматной доске. Вот смотрите, Григорий Михайлович, это глава моего комитета, очень уважаемый человек. Еще вчера он был с нами в коалиции. Сегодня представляет оппозицию. И вдруг с АПО-блоком они говорят просто вынесут. Друзья, кому нужна коалиция? Скажите, кому? Когда для обычных людей им не важно. Им важно, чтобы принимались законы. Как только две фракции вышли из коалиции, у нас вдруг 301 голос появился. У нас пошло голосование. Такая работа. Я даже увидел такие, знаете, рюмянцы на щеках депутатов. Своих коллегами говорят, ух ты! Георгий, голосование удачно, это еще не признак здоровой коалиции. По-вашему, коалиция существует на сегодняшний день? У него должна быть у человека. У него должна быть температура нормальная, мозг нормальный. Хорошо, расскажите нам о средней температуре по коалиции. Как вы видите, она жива или мертва? Средняя температура, простые 60 миллиардов. Вы знаете, куда их можно вытратить? Безумовно, 10 миллиардов будет отправлена закупивляю зброи. Это уже чинный бюджет. Если у него не будет перерахованный специальный фонд, взагаля... Я прошу прощения. Мне, конечно, интересно очень, чтобы вы вспомнили какую-то статистическую справку, которую заготовили. Но вопрос был другой. Жива коалиция или нет? Я вам о коалиции, если у двух фракций большинство, у них нет миллиарда. Они хотят сбільшение своих социальных стандартей, сбільшение пенсии. Молодець и средний бизнес хотят кредитирование. Все прекрасно, золотые слова. Есть колу с большего, а ты покращивайся. Прекрасно. Мы полтора года от вас это ждем. Полтора года мы от вас это ждем. Если выходит ваш лидер в церковь и говорит о фактической смерти коалиции. Можно? Только не перебивай. Суто политологичной точки зрения, то, что у нас сейчас, когда то есть коалиция, то и нет, есть суперечка, что до юридических обставин, я сейчас про них скажу. На самом деле это вопрос уже для депутатов. Но это называется в Европе уряд меньшинства. Вот уряд сейчас не спирается на официальную большинство. Но формально и юридично коалиция существует. Формально и юридично. Потому что, как будто есть 226 депутатов в составе коалиции. Хотя, нет, нет. Пан Григорий, сейчас я тоже запитую Гройсмана. Он мне говорит, что есть 226, но не называют точную цифру. Да, пишут, что есть, одни джерела пишут 232 депутаты, другие 237 и так далее. Я точно не знаю. Но оголошения про припитывание истинувания коалиции нет. Формально вона существует. Проблема в другом. Вот я просто зараз скажу про парадоксальные вещи, которые нужно решить в ближайшее время, чтобы у нас не выникло абсурду. Ну, первая речь уже известная. В регламенте нет четкого регулирования существования коалиции. Вот сейчас проста речь. Ну, раптом вот скажет, ну, там, чи не скажет Гройсман, что нема коалиции. А ваш лидер уже сказал, что коалиции нема. З якого моменту? Ні, депутаты, скажите, от з якого моменту робить відлік часу 30 днів на створення? Я читаю, але в Конституції нема відповіді на це запитання. Це має бути в регламенті, Іван. В регламенті. Правильно. Правильно вам кажуть, в регламенті нема. Основний закон України регулирує В регламенті цю проблему. Перше завдання грошей Януковича. Ви не розумієте, что это не грошей Януковича. Мы вообще не об этом не разговариваем сьогодні, Іван. Так мы договоримся до ваших грошей, которые там где-то арестовали, не давить. Евгений, еще одна речь. Знаете, мы отзначали другую роковину Майдану, между прочим, на минулому тиждень. Давайте згадаемо про это. У нас каждый выступ в рік тому начинался сгадывание Небесной сотни. Забули? Еще забули запах шин, который палает. Если бы вы не забыли, вы не делали таких ганевных вещей, как делали весь последний час. Что конкретно? Я маю на увазі цю ситуацию с политической кризой, с вашим голосованием. То ли против, то ли за Арсену Ценюка. Дві фракции парламента, повышенный парламент. Вот послухайте, запад до вас и до всіх ваших. Прошу прощения, Владимир. Извините, к нам подключился целый министр иностранных дел Я хочу сказать, еще одну парадоксальну речь в законодавстве. Я приветствую, в нашей программе сегодня принимает участие министр иностранных дел Литвы Линес Линкевичус. Линес, здравствуйте. Спасибо за то, что согласились принять участие в нашем сегодняшнем выпуске. Я хочу всех предупредить, что у нас небольшое отставание, как всегда в таких случаях, по звуку, поэтому паузы, которые будут неизбежны, мы терпим. У меня вот какой к вам вопрос, в частности, связанный с вашим недавним интервью европейской правде, украинской европейской правде, где вы, в общем, достаточно пессимистически высказались относительно перспектив минского процесса. Уточните, пожалуйста, вы действительно считаете, что минский процесс зашел в тупик или заходит в тупик? Линес. Да, я слышу. Я не говорил, что зашел в тупик. Я просто оценил реалистически, как, на мой взгляд, он проходит. И то, что минские договоренности не выполняются, я об этом сказал. И сказал, где ключ от решения, по-моему. Так что тут я не слышал, вообще-то, кто оценивал бы оптимистически этот минский процесс, с другой стороны. Но вы знаете, вот приезжали ваши коллеги Штайнмайер и Эро и сказали хором, что никакой альтернативы минским договоренностям не существует. Ну так, все так об этом говорят, но главное, как мы это воспринимаем и как мы понимаем. Я думаю, что тут нужно не только читать эти договоренности, кстати, читать это во множественном числе надо бы, поскольку я чувствую тенденцию, что упоминается иногда только Минск-2 почему-то. Есть весь пакет Минска, и он должен выполняться. И надо смотреть не только в букву, но и в суть. Вот здравый смысл, в конце концов. И те, которые говорят, что сначала давайте принимайте какие-то решения, а потом придет деэскалация, потом будет улучшение ситуации безопасности. Вот этого я не понимаю. Об этом я и говорил. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, вот тем не менее, что многие европейцы сейчас очень хотели бы любой ценой продемонстрировать прогресс на Минских переговорах для того, чтобы потом закричать «Ура! Ура!» можно начинать ослаблять или отменять санкции против России, в то время как реального прогресса нет. Линас. Очень хороший вопрос вы задали. Да, такие существуют. Тоже чувствую, что очень хочется, чтобы был прогресс. И мне хочется, и вам, наверное, хочется. Но надо оценивать ситуацию, как она на самом деле происходит. Реально смотреть, а не как-то как иллюзиями себя руководствовать. Так что, те, которые так говорят, ищут какие-то причины, это понятно. Но если ищут предлог, то это уже непонятно. Ну хорошо. А как вы видите себе ситуацию сами? Ну как? Мы видели и чувствовали, было какое-то такое относительное улучшение. Было даже, можно сказать, какое-то перемирие. Но сейчас последние сутки и последнее время мы каждый день получаем какую-то информацию о раненых, обстрелах. Около полсотни, как уже норма так становится, так назвать, перемирием очень сложно. Тем более, что мы не видим безвозвратных процессов. Если мы говорим о каких-то отодвижения, скажем, тяжелого вооружения, от линии соприкосновения, так этого не происходит. Мы видим только передислокацию. В том числе, мало кто говорит, вообще-то об этом говорилось раньше чаще техники и вооружения, которые находятся, российской техники и вооружения, которые находятся в самой территории Украины, и военнослужащие в том числе, которые могут быть активизированы в любой момент. Так что, безвозврастности вот этой ситуации нет, и этого не видеть нельзя. И все-таки, ключ от решения вопроса, во-первых, находится все-таки в Москве. Мы не должны забывать, кто в этом конфликте является агрессором, а кто является жертвой. А как воспользоваться этим ключом? Ключом воспользоваться надо найти замок, найти дверь, в конце концов. Пока мы по разным азимутам ходим, по-моему, иногда понимание выполнения тех же минских договоренностей тоже по-разному. Если я слышу, опять же повторюсь с какой-то стороны, что сначала, скажем, надо принимать, проводить, скажем, выборы в Донецке, Луганске. Мы все желали бы, чтобы были эти выборы, но сказано, что они должны проводиться по украинским законам, тогда возникает вопрос, как можно проводить на территории выборы по украинским законам, если нет даже признака присутствия Украины, ни в какой форме. Я не говорю уже про наблюдателей, которых там меньше, чем российских танков. Так вот про это и речь. Значит, надо нам разобраться, о чем мы говорим, о реальном улучшении ситуации или о какой-то теоретической, которая руководствует с иллюзиями. Вы заявили, что, по вашей информации, Российская Федерация даже проводит на территории Донбасса военные учения. Это действительно так? Ну, кого-то может удивлять, если находится военная техника, если находится военнослужащие, они как-то должны, наверное, и присматриваться этой техникой. И, конечно же, должны какие-то учения проводиться, естественно. Не в этом главное. Главное о том, что мы об этом меньше говорим и почему-то. А все-таки надо в совокупности оценивать ситуацию и ее оценивать реально. Я еще раз повторю, мы все хотим улучшения и прогресса. Это естественно. Но оценивать ситуацию надо трезво и реально, как она на самом деле происходит. Скажите, пожалуйста, господин министр, вы сказали о том, что Россию нужно признать стороной в конфликте. Я правильно вас понял? Ну, я думаю, что иначе трудно воспринимать. То, что, вот, кстати, хорошо, что вы напомнили вот этот фактор, что страна, которая начала агрессию, у которой все-таки есть ключ от решения проблемы, себя не считает стороной конфликта, тоже ничего хорошего не обещает по поводу решения этого конфликта, я так считаю. Ну, хорошо, а как этого добиться? У меня, у всех, наверное, возникает вопрос, а как добиться, чтобы вот в этом самом минском формате Россия сама согласилась быть стороной конфликта, а не как бы наблюдателем или гарантом? Добиться сложно, поскольку я не слышал в последнее время, чтобы Россия как-то признавала публично, что делает какие-то ошибки. или, скажем, хотя были признания по поводу Крыма, сначала говорилось, что там российские военнослужащие ни при чем, а потом было открыто сказано, что они все-таки при чем. Есть такие примеры, но все-таки в основном не признаются такие факты, так что и тут я тоже каких-то иллюзий не имею, но очень важно, чтобы мнение всего международного сообщества было более-менее как бы руководствия с фактами, а не такими иллюзиями и каких-то желательными какими-то сдвигами ситуации, которые на самом деле не происходят. Значит, нам нужно больше информации с первых уст, нам нужно больше фактов, очень важно, чтобы было больше фактов. И, конечно же, нельзя делать самим ошибок. Надо, несмотря на то, что все понимают, что трудно давать советы стране, которая воюет и которая в то же время должна делать реформы, но никто за эту страну реформы сделать не сможет. Никто не сможет бороться и с коррупцией, и с протекционизмом, другими моментами. Тут время уже не на стороне страны. Так что, несмотря на эти сложные ситуации, все равно нельзя делать ошибок, и нельзя как бы создавать такого впечатления, что нет политической воли продвигаться вперед. По-моему, эта воля есть. И, кстати, обязывает этой воле, обязывает и те вложенные силы в эту борьбу до этого, и, по сути дела, и результаты, которые тоже есть. Они, несмотря на все, несмотря на все внутренние напряженности, все-таки они есть. Только надо завершить эти труды какими-то результатами, которые дали бы качественные перемены. Хорошо. Скажите, пожалуйста, господин министр, сегодня у нас годовщина начала российского вторжения в Крым. И в этой связи у меня вот какой вопрос. Лично я, наблюдая за теми процессами, которые происходят на международной арене в рамках попыток политического урегулирования, не могу избавиться от ощущения, что тема Крыма все время выводится за скобки. Может возникнуть такая ситуация, что с России начнут снимать санкции или ослаблять санкции в случае какого-то прогресса на минских переговорах. Продолжая крымский вопрос выводить за скобки. Линус. Ну, нет, может такая иллюзия может сложиться, но по сути дела нет никаких аргументов, нет никаких правовых аргументов, чтобы, если мы будем себя, конечно, вести последовательно, что не всегда бывало, но давайте посмотрим причины введения санкций. В середине марта мы будем пересматривать индивидуальные санкции, которые, кстати, введены не из-за минских договоренностей, а введены потому, что была нарушена суверенитет и территориальная целостность Украины. Эти причины не удалены, значит, автоматические санкции должны как минимум продлеваться, может быть, даже и расширяться, что, конечно же, очень трудно об этом даже и рассуждать. А в летом мы будем рассматривать экономические санкции, которые завязаны на минские договоренности. Мы только что обсудили, что эти договоренности тоже не выполняются. Так что причин таких логических или правовых аргументов изменения оппозиции нет. А по поводу Крыма, тем более, мы должны заполнить вот эту политику непризнания аннексии Крыма очень конкретными последствиями политическими, экономическими, дипломатическими, и мы об этом говорим. Если об этом реже упоминается, то не надо так воспринимать, что эта проблема не существует. Мы эти вопросы поднимаем, и, кстати, Литва это очень активно тоже делает. И не только в этом контексте, но и, скажем, по поводу ущемления прав меньшинства, особенно татарских, татарского населения, что как раз в годы оккупации Крыма еще усилился этот натиск, скажем. И эти вопросы мы будем поднимать, как раньше это делали в Совете безопасности ООН, так будем делать в ЮНЕСКО, в любых других форматах. И это не будет как бы игнорировано. Последний вопрос, позвольте, господин министр. Вот вы заявляете, что по состоянию дел на сегодня вы категорически против снятия для ослабления санкций против Российской Федерации. Мы знаем, что решения в Евросоюзе принимаются консенсусом. То есть, условно говоря, если один против, то решение не принимается. Это относится к вопросу о снятии санкций? Предложим, если Литва скажет нет, мы против снятия санкций, значит снятия санкций не будет или как? Линус? На самом интересном месте мы, кажется, потеряли связь. Зависла связь, да. А не слышите? Нет, вот теперь мы вас слышим. Вы слышали? Если я могу повторить, что алгоритм немножко наоборот, как раз нужен консенсус для того, чтобы продлить санкции. Если хоть один голос против, так они не будут продлены. Так что тут ситуация не так уж проста, но это не будет менять наши точки зрения и оценки. Просто надо вести себя последовательно, а какой будет результат, мы увидим. Ну что ж, спасибо большое. На связи с нами был министр иностранных дел Литвы Линус Лингявичус. Он отвечал на вопросы нашей программы. Мы возвращаемся в студию, попрощавшись с литовским дипломатом. Пожалуйста. Ну, мне очень приятно было слушать четкое, ясное мнение изложения позиций министра иностранных дел Литвы. Мы с ним дружим уже более 12 лет, давно знаем друг друга, и в очередной раз Линус подтвердил свои самые лучшие качества. Вот две позиции в том, что он сказал, заслуживает особого внимания. Первое, то, что нужно всегда ставить приоритет, отдавать пакету безопасности. Должна быть обеспечена безопасность, прежде чем какие-то политические шаги будут предприниматься. То ли это касается выборов, то ли это касается каких-то других вещей. Что призваны решить выборы? Выборы призваны решить в логике Минска вопрос репрезентации. Кто представляет Донбасс? Потому что сейчас те люди, даже подписи которых стоят, они не представляют Донбасс, потому что фактически они сами себя назначили. Но логика понятна. Но чтобы эта логика была реализована, нужны условия безопасности. И я рад, что Линус подтвердил то, о чем, кстати, говорили и Штанмайер, и Эйро, немец и француз, министры. Они говорили, сейчас более четко, чем прежде. Мы понимаем необходимость обеспечения безопасности, но мы также считаем, что время не должно быть утрачено для того, чтобы продолжать обсуждать и возможности реализации политического пакета. Это первый вопрос. А второй, то, что он сказал, касается вот этой аксиомы, якобы, что Минску нет альтернативы. Чем больше мы повторяем Минску нет альтернативы, тем больше это является свидетельством, что фактически или нас дипломатически ушел от вопроса в тупике или Минске или нет, но он фактически признал, что прогресса в реализации Минска нет. И мне кажется, мы имеем подобную ситуацию, как в свое время, помните, Путин договорился с Януковичем, он считал, что он договорился обо всем, о том, что Украина не идет в Европейский союз, о том, что здесь будут привилегии для каких-то российских капиталов, но Путин не учел одного, что он не договорился и не мог договориться с украинским народом. Мне кажется, в отношении Минска, конечно, параллель тут может быть слишком рискованна, но по сути логика та же. Когда подписывался Минск-1, Минск-2, то думали, что все, мы договорились, и как бы дальше уже понятно, как действовать. Но вы видите, что общество не восприняло Минск в том виде, в каком нам пытались его продать, а потом где-то выкручивая руки и навязать. Это очень важный момент, когда общество в этом смысле проявило себя мудрее политиков, которые считали, что они могут решать за общество. Вот сейчас я хотел бы задать вопрос Роману Бессмертных, который работает в Минске, в политической группе на переговорах, и мне бы хотелось услышать от него. Я понимаю, что вы, наверное, не обо всем можете говорить, не все рассказывать, но все-таки скажите, к чему там идет? В тупике, не в тупике? Или выбор на Донбассе становится реальностью? К чему мы катимся? Шановные пановы, в будь-якой ситуации, в будь-якому явищу завжди есть альтернатива. Это первое. Другое. В чему причина такого сформованого контента по отношению до Минску в том, что донедавна про Минск абсолютно ничего не было відомо. Тобто, ця дипломатия Минска йшла в руслі реализации контексту доктрини зовнішньої політики Російської Федерації імперської. Про це вважали за необхідне мовчать і нічого не розповідати з того, що відбувається в Минску. Буквально за останні чотири місяці ситуація кардинально змінилася і українці, особливо естеблішмент отримали інформацію про все, що відбувається в Минску і потихеньку виробляється відношення суспільства до Минску, його основних параметрів. Тепер з приводу виборів. Я прошу, щоб ми всі розуміли, з українського боку, там нема ідіотів і ніхто ні про які вибори не буде говорити до того часу, поки не будуть вирішені питання безпеки. Оце секьюріті, про яке я говорив пан Немиря, воно в англійській транскрипції за собою тягне відведення військ, розброєння, демілітаризації, виведення іноземних військ, виведення найманців і так далі, розмінування. А ми вважаємо, що це безпека, це коли мені комфортно. Коли ми говоримо секьюріті, при такій динаміці, яка йде з російського боку, Європа і світ не те, що не зніме, санкції. Ці санкції будуть добавлені. Тобто ми ще далекі і далекі до рішення цих проблем. Я хочу, щоб ми були зрозумілі і впевнені, якщо викласти всі факти за останні, особливо, три місяці того, що відбувається на Донбасі, по кількості збільшення зброї, по випробовуваннях зброї, які там відбуваються, по навчаннях і злагодження військових одиниць, по завезення додаткових офіцерських частин, які почали командувати вже не батальйонами, а ротами. І ця інформація в українській розвідці, українських учасників переговорів і в Мінську, і в Брюсселі присутня, і вона буде доведена, тому що в Мінську було продемонстровано і відеоматеріали, і документи відповідні. Ось ці документи, вони лажаться на стол переговорів? Так, так, і це все бачать. Інша справа, що це не прийнято. І немецькі представители, і французькі представители це видять? Так, так, так. Всі дипломати, всі учасники цього... Нет, вони тільки в нормандському форматі. Так, в нормандському форматі, абсолютно правильно. Всі учасники головні цього процесу, які визначають його долю, дуже добре проінформовані про те, що відбувається на Донбасі. І тому розмова про те, що ОТО тут уже знімуть санкції, нам треба спішити з виборами. Вибори там відбудуться тільки тоді, коли буде виконано умови безпеки, і там буде забезпечена хоча б мінімальна присутність української держави. Треба зрозуміти, що ніякі вибори, які не можуть бути хоча б визнані легітимними, послухайте мене, незаконними, а легітимними, тому що між словом законність і легітимність є величезна різниця. Ніяких там виборів не буде. Я вам приведу останній приклад переговорів. Коли українська сторона при обговоренні модальностей каже, добре, ситуація складна, давайте підемо на принцип парітетності. У нас є три учасники, і всі питання мають розв'язуватися за рівної участі трьох сторон. Скажімо, треба розв'язати якесь питання. Скажімо, питання моніторингу, безпекової моніторингу території. Пропонуємо, є два представники, скажімо, місцевої громади, два українських поліцейських, два поліцейських ОБСЄ. Вони спільно патрулять територію. Відповідь, ми цього не приймаємо. А що ви хочете? Ми хочемо, щоб тільки це контролювалося народною міліцією. Панове, при такому підході ми просто не будемо далі вести ці переговори. Тому що це називається самоізоляціонізм, це формування квазідержави, це небажання приймати українську конституцію і правила, які існують на території української держави, про яке продовження таких переговорів може йти мова. Тепер ще одне. Чому я наполягаю на тому, щоб ми вели ці дискусії? Тому що ця дискусія повинна вестися до того часу, поки не буде вироблено інших форматів, інших підходів, поки ми всі не зрозуміємо, що... А які можуть бути інші формати? Їх може бути безліч. Я можу викласти частину з таких підходів і форматів. І це прекрасно розуміє. Що треба зрозуміти, пане Євгене? Ми дивимося на... Послухайте, будь ласка, міністра, що він каже. Мінські домовленості це не священа корова. Їм два роки. Вони не тільки морально, фізично устаріли, вони по змісту вже не відповідають суті поточного моменту. І коли я з'явився в цьому форматі, вперше, це було в липні минулого року, і кажу, подивіться, термін їх виконання може бути по таймінгу, не менше, ніж тро роки. Які може бути перше січня? Ні, ви зриваєте переговори. Кажу, я доживу до першого січня, коли я вас усім мокну у цей бруд, щоб ви зрозуміли, що воно не може бути виконано. Я сьогодні кажу, або всі учасники, які хочуть миру і добра і українському народу, і російському народу, це зрозуміють, і реально продемонструють своє бажання до миру. А це не так важко. Я вам приведу приклад. Ось маленький, червоний прапорець. Визначаємо перехід, через який йде гуманітарна допомога. І віддаємо його під контроль ОБСЄ. Хочете? Давайте під спільний контроль ОБСЄ, ООН, кого завгодно. Ви відкриваєте вантажі і показуєте, що проходить. Якщо цього не робиться, ніяких переговорів далі не ведеться. Все вирішується. Ще одне. От ми кажемо, знімемо санкції. Ми взагалі розуміємо, що в географічному центрі Європи відбувається пересування техніки, озброєнь і боєприпасів в об'ємах ведення глобальної континентальної війни. Одна поставка боєприпасів, 200 тисяч тонн. Ви розумієте, що це за об'єми? І скільки такими об'єми можна Україну висадити в повітря? Що таке модернізований танк Т-82? Ви розумієте, що його зупинити неможливо до Лісабона. А ми думаємо, ми в гру граємся, і що такі речі не помічають в Європі. Я, звісно, зняжся, що я вас перебиваю. Останавливались і неплохо. Пацаны показували. Правильно. Наші українські пацаны. Я вам воно-то скажу, що і славну російську піхоту ложили просто як косой. І було нормально. І, звісно, хваленій десантура, хоч і в бурятській національності, теж вложилась. І не тому, що наше оружіе сильніє чи їх слабіє, а тому, що коли вони сюди заходять, вони чужі, а ми зі свої, мій дом, ми свій дом насіщаємо. Тому до Лісабона вони не дійдуть це гаранцірує. Це не шапка закидати. Це жизнений опит. Не треба. І на сьогоднішній день существує, і це Служба в Росіпекі України подтверджує, і подтверджує неофіціальні источники, реальний страх з той сторони. Тому що тут їх косять, як собак, і хоронять також земле, як мёртві твари. Не треба розказувати. Второе. Скажіть мені, п'жалюся, це прекрасно. Ви говорите, ми ведем переговори. А с кем ви ведете переговори? Росія не є стороною переговорного процесу. А ці марионетки, ну ми ж оба с вами розуміем, вони ніхто іні, як марионетки, поставлені російської держави на ці переговори. А не ніхто. стати членом переговорного процесу. Ситуація, яка має відбуватись далі. Ситуація дуже простая. Нам необхідно підключати наших западних партнерів, як естественних партнер, членів переговорного процесу. А з тій сторони, має відійти, действительно, фейкові, захарченки, плотницькі, і вступить в російська федерація, яка є приємною захватчиком. Тобто розширить цей нормандський формат до нового. Правильно? Я прошу. Моя прізвища згадувалась, я зобов'язаний прокоментувати. Борислав Борезов був на засіданні комітету з надбезпеки та оборони, на якому розглядали стенограму. Він прекрасно розуміє. Він пам'ятає доповідь Тенюха, який сказав, що в Криму було півтори тисячі бойови дамок. Не про Крим, зараз про Донбас. Дозвольте, я відповім. Ваше згадували прізвище? Сидіть тихенько. Так і ваше не згадували. Поважайте людей! Не відуть себе по хамському. Я перепрошую. Друзья, давайте без криків. Я закінчую. Півтори тисячі військових ми були здатні мобілізувати в Криму. П'ять тисяч військових на всю країну. На північному кордоні тільки ми змогли змобілізувати на всю 46 мільйонів країну в 2014 році, в лютому місяці. Ви прекрасно знаєте, що Україна набагато слабкіша з точки зору армії зараз. Безумовно. Ви можете говорити про мужність українських військових. В технічному плані ми відстаємо. І саме цим треба займатися, а не займатися популізмом. Я вітаю пана Безсмертного, що він без інструментів сьогодні стримує ситуацію в мінському форматі. Інакше, ви знаєте, Турчинов взагалі провів Україну по краю прірви. Ми тільки цього не усвідомлюємо. Ви розумієте, що проти нас не застосовували авіацію. Ви краще кажіть, що треба розвивати армію, а не говорити тільки по ефірах. Краще вийдіть на трибуну і вимагаєте, щоб гроші пішли в армію. Не тільки на грошове забезпечення, на закупівлю зброї, на закупівлю фортифікаційних споруд, на закупівлю і озброєння танків, які ви кажете про це. Це говорить представник більшинства, який член комітету по нас в безопасності, який нічого не робить. Він требує від мене, вне фракціону. Хто більшинство? Ви чи я? Ви просто на фазі брешете. Ви були присутні на нашому комітеті. Ви прекрасно знаєте поточний стан спору. А ви зараз брешете. Ну ви же брешете кривим святом. Говорили про Крим. Говорили про Крим. Про синограму. І він пытається перекрутити. Суть на сьогоднішній день большинства депутатів, то, що вони не тільки говоруны, а то, що вони навіть не понимають, чим вони займаються. Находясь в профільному комітеті, ці депутати не можуть добитися результатів. Комітет по противодействию корупції, де я работаю, между прочим, работает по полной программе. Скільки грошей державе вернули? Назвіть суму. Хоча по дні оперативно. Пусть собі лише, де занимається прокуратура? Назвіть суму. Борислав, Борислав, Иван, я хочу вас спрашиваю. Ви сейчас в другую степь совершенно уведете наш разговор. Будьте добры. Это кошмал. Послушайте, Владимира Федорина. Будьте добры. Друзья. Я предлагаю вспомнить одну простую вещь, что Минск-1, Минск-2 – это продолжение российско-украинской войны. И что Роман, что его коллеги в Минске, они продолжают эту войну. Я хочу поблагодарить Романа, хочу поблагодарить его коллег за то, что они продолжают защищать Украину в ситуации, когда у них очень мало инструментов. Давайте помнить о том, что война продолжается. Она просто сейчас заморожена. Не надо себя тешить... Не надо себя тешить иллюзиями, что у России не осталось потенциала. У России остался бешеный потенциал, у России телевизор, у России десятки миллионов, ну, миллионы, скажем так, людей, которые готовы пойти в ситуации экономического кризиса, зарабатывать убийством. Не готовы. И не все нефтедоллары еще проедены. И не все нефтедоллары еще проедены. Решает, что решает судьбу конфликта. Судьбу конфликта решает, будет ли Украина поддерживаться Западом, конкретно Европой. Мы сейчас услышали министра иностранных дел Литвы. Мы понимаем, что Литва это один из самых таких завзятых союзников Украины. Но, если мы послушаем других министров иностранных дел, что мы услышим? Две недели назад министр иностранных дел Дании сказал, что продление или не продление санкций против России зависит не от соблюдения Минска, а от того, будут ли в Украине реформы. Это очень важная вещь. То же самое накануне я слышал от одного высокопоставленного... Не связано, Владимир, не связано это с санкциями. Подождите, я вам цитирую министра иностранных дел. Не надо меня перебивать. Накануне я говорил, я и мои друзья говорили с одним из высокопоставленных дипломатов Европейского союза в Украине. Мы услышали ту же самую мысль. Да, Минск, он пережил свой яд. Да, мы уходим от Минска к чему-то другому. Да, на Украину уже не так давят в плане соблюдения всей этой последовательности шагов, прописанных в этих документах. Но мы должны понимать, что если Украина не будет проводить внутренние реформы, а об этом говорят европейцы уже открыто, санкции против России будут сняты. Война продолжится, война продолжится, но уже с меньшей поддержкой со стороны России. И ключевой вопрос, это внутренний фронт, это реформа внутри Украины. Давайте о фронтах и внутренних, и внешних поговорим во втором чаще. Господа, у нас не большой перерыв. У нас время перерыва на рекламу. Продолжаем очередной выпуск программы «Чёрное зеркало». И я обещал что-то дать возможность сказать Владимиру Офисовну. Я, по-перше, невеличка реплика до того, что сказал Володимир. Давайте все-таки враховывайте чітку, официйную и правовую позицию. Санкции, связанные с Минскими угодами, с выполнением Минских угод. Никаких вимог, что сделать реформы, мы после этого будем снимать или не снимать санкции, никаких официйных вимог нет. Но проблемы с санкциям существуют. Сейчас возвращаюсь к проблем коалиции. На что хочу обратить внимание? И это мое желание, как выборца, к депутатам. Вот, верните, сейчас ситуация такая. Мы не знаем, будет ли коалиция или нет. З'ясуется где-то в 2 половине березня. Но раптом, если выясните, что коалиции нет, начнут формировать новую коалицию, створять новую коалицию. Новая коалиция должна формировать новый уряд. Правильно? Но у нас в законе про кабинет министров нет никакой нормы про то, что уряд действующий подает отставку перед коалицией, которую нет. Понимаете? Если коалиции нет, то и уряд должен подавать отставку. Правильно? По логике, да. За логикой, да. Но не по закону. А по закону такой нормы нет. Понимаете? И тут может быть абсурдная ситуация. Коалиция, если ее створить, может сформировать новый уряд, а у нас существует уряд Яценюка. Абсурдная ситуация. Тому я щиро бажаю всем депутатам все-таки внести изменения и до регламента Верховной Ради. Закрома, для того, чтобы заявить, когда начинается отлево часа, вот эти 30 дней на створение новой коалиции. Потому что сейчас сперечаются... После выхода Батьковщины, села помощь. Это сказала Юлия Тимошенко. Гройсман говорит иначе. Вот нужно дать чуткую правовую ответственность. И по закону про кабинет министров. Я понимаю, что это невозможно сейчас. Я хотел бы повернуться до темы и вопроса, которые звучали. Я злочезною повагой ставлюсь до Романа Безсмертного и группы, которая работает в Минске на переговорах. Но это очень важно, что для того, чтобы достигать успеха и победы, нужно, чтобы каждый на своем рабочем месте хорошо и профессионально работал. Армия, дипломаты и, безусловно, парламент. И если бы парламент для достигнения мира сделал хотя бы десятую часть того, что сегодня делает переговорная группа, я думаю, мы уже очень близились бы до мира. Парламент, на жаль, сегодня самоусунулся от выполнения своих обязанностей, и, в частности, того, что записано в Минских угодах. Так, погоджую, что может быть альтернатива Минскому процессу, но пока что это единственный шлях до достигнения мира в стране. Есть обязательства парламенту, которые он должен выполнять. В частности, о чем говорили и министры закордонных справ, это закон про выборы. Что заважает парламенту начать обговорение и рассмотрение закону про выборы на этих территориях, где внести все, в частности, и позиции безопасности. Три недели каникул, которые депутаты сегодня устроили. Вот что мы сейчас. Вот это. Алексей, вы не правы, но не каникулы. Я завершу, пане Григорьевне. Все эти депутаты, которые работают. А те депутаты, которые мне лично говорили о том, что они купили дорогие туры на моря, это совести нет. Я перепрошу, коллеги. Извините, пожалуйста. Робите качественную свою работу. Кроме того, парламент сегодня должен решить проблемы людей Донецкой и Луганской области. Полтора года мне стоило змусить Минюз и парламент, например, проголосовать закон о визнании свидетельства о народе и смерти людей, которые там на оккупированной территории, або дети, которые сюда приехали, родившись там. Полтора года Я очень извиняюсь, это я автор этого закона, я вас там не видел. Есть вопросы, которые стоят переселенцев, визначения их статуса и социального безопасности, або людей, которые живут на этих территориях. Я уверен, это все те кроки, которые нас приближают к миру. Но, на жаль, парламент, да, три недели перерывы в пленарных заседах ничем заниматься. Евгений, знаете, за что они любят АПО-блог? Вот в парламенте, честно. Это по фильмам в бой идут одни старики. Если Мессера или Фокера завалить, то это вторая эскадрилья. А если что-нибудь достать или украсть, то это первая. Ну, послушайте, один человек написал законопроект, другой присваивает его себе лаврой. Я не знаю, я же одним человеком не присваиваю, я знаю, кто автор. Я говорю про то, что дискуссия была, и я вымогал это от уряда. И от Министерства юстиции, потому что это обязан уряду. Я знаю, что вы авторы, это справедливо. Но сколько? Півтора года стоило, чтобы этот закон появился. Не один, а большое количество православщинников, людей, которые послали... Вот, давай, слушаем человека, который занимается проблемами переселенцев. У меня большой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что мы должны сесть обсуждать закон о выборах на оккупированных территориях? Я сама родом из города Слайнска, жила в городе Донецк. И вынуждена была покинуть город Донецк в 2014 году. Скажите, пожалуйста, кто вместо меня будет выбор делать свой выбор в городе Донецке? Буряты, которые там проживают, я не вижу сейчас повода садиться и обсуждать закон о выборах на оккупированных территориях. По-моему, уже здесь обсудили этот момент и определили, что пока там не будет созданы условия безопасности, ни о каких выборах, ни о каком законе мы не можем говорить. Тем более, там уже... Для вашего голосования обязательно условия на переговорах переселенцы вынуждены должны голосовать. Я как раз была соавтором закона о местных выборах, где в прокинцевых положениях как раз и давалось право голоса переселенцев на местных выборах. В результате приняли совершенно другой закон и этой нормы не было. В Донецке в Луганске? Нет, подождите. Так а потому нам не дали... В Донецке, в Луганске? Там же был спор, если вы живете, допустим, сейчас в Киеве или в Днепропетровске, да, у нас есть норма, которая ограничивает, что на местных выборах голосуют только местные жители. А сейчас на Минских переговорах идет спор о том, чтобы дать возможность вот тому полутора миллионов, даже сейчас миллион семьсот тысяч людей, которые выехали с этой территории и живут сейчас на территории Украины, чтобы они смогли проголосовать в Донбассе, в Донецкой и Луганской области на выборах. А кого мы там будем выбирать? Кто там будет баллотироваться? Подождите. Вот видите, вас спор только подтверждает, что это нужно обсуждать в парламенте. Я хочу напомнить. Вы на своей кандидатуре меня, Владимир, и вам, и Наталья, наши европейские партнеры, ни один из них, Юрий, я не справляюсь со всеми желающими меня перебить. Извините. Мы должны найти эти механизмы, как защитить ваше конституционное право, как сделать так, чтобы вы как можно быстрее повернулись к себе домой в Донецке. Чтобы ваше право выбирать. Никто не забирать, как на жаль это сделала коалиция на местных выборах, позбавивши вас Европейские партнеры не требуют от Украины проводить выборы кровь из носу уже, но разработать закон, чтобы он был готов. Это разные вещи. Для чего? Для того, чтобы потом, когда ситуация подошла к выбору, не зависли еще на несколько месяцев. коллеги Павленко, когда он сказал, что парламент что-то должен делать, он не делает, каждый день свою работу. Давайте мы вспомним, а парламент вообще ратифицировал Минские соглашения? Какой статус Минских соглашений? Если бы статус Минских соглашений был международный договор, тогда бы его ратификация парламента была бы обязательной. Не ратификация. Это первое. Поэтому парламент это не просто что-то такое неодушевленное. В парламенте есть политики, есть фракции, у которых разные отношения к этому. Фракция Батьковщина четко обозначила свое отношение к Минским соглашениям. Необходимо, но недостаточно. И мы сказали, что первым должен быть пакет безопасности и следующим пакет политический, о котором говорили коллеги Бессмертные. А почему не может отбываться это параллельно? Это первое, что я хотел бы сказать. Второе. Может это отбываться параллельно? Тема внутренне перемещенных лиц или беженцев. Мне не нравится слово внутренне перемещенные лица. Кстати, выступал на наших слушаниях в парламенте посол Европейского Союза, который сказал, что его родители в свое время имели такой статус DP, Displaced Persons, которые после Второй мировой войны они в таких лагерях содержались и какое-то такое было отношение к ним как ущемление в правах. И это тоже ущемляет людей, когда они слышат такие внутренне перемещенные лица. Что сейчас происходит? В минувшую субботу премьер-министр Яценюк делает заявление, следуя после того, как об этом Министерство социальной политики, что мы приостановили выплаты 150 тысячам вымышленным переселенцам. Потом проводят пресс-конференцию службы безопасности и Министерство социальной политики, на которой говорит, что по нашим оценкам от 600 до 900 тысяч, а вы называли цифру миллион 700 организации, что выясняется? Оказывается, и, кстати, депутаты должны бы об этом знать, закон 2014 года предоставляет три возможности для регистрации. Это СОБЕС, это управление миграционной службы или место постоянного жительства. Вот адрес, который был северодонецкий, это адрес СОБЕСа в северодонецке. Понимаете? А это приводят как какие-то мошенники. И таким образом премьер-министр, а за ним министр социальной политики, а за ним глава социальной службы фактически вбросили, что фактически 900 тысяч наших с вами граждан, права которых мы должны защищать как парламентарии, их обозвали мошенниками. Георгий Михайлович, я с глубоким уважением отношусь с вами не только потому, что вы глава комитета, не только потому, что вы прекрасный политик и близкий друг Арсения Петровича Яценика, Турчина и других столько были лет вместе вместе с Павленком. Юлия Владимировна, сейчас что-то между вами произошло. Близким другом. Я молодой... АПЛОДИСМЕНТЫ Георгий Михайлович, я хотел вам напомнить, что вы вместе со мной тоже автор закона 2166, который отменил понятие вообще прописки для временно перемещенных лиц. Мы люди не должны сегодня бегать со справками каждые полгода перегистрироваться. А нас там ничего сейчас останавливает. И сегодняшний день. Можно я договорю? Уважаемые коллеги, спасибо большое. Мы как раз пытались убрать вот эти все негоразды, которые и делали людей, как бы, чувствовали второсортными. Однако, что очень важно, у нас есть уголовная ответственность, если лицо переехало на территорию Украины, здесь зарегистрировался, получают здесь доплаты, потом возвращаются в ДНР, ЛНР, и там получают тоже доплаты. И, к сожалению, у нас есть большое количество людей, которые и там, и здесь. Подождите, какие доплаты люди получают? Подождите, назовите, пожалуйста, как эти доплаты называются? Потому что их ошибочно называют пенсия ДНР. Но у нас нет такого государства. У нас есть истинская У нас есть уголовная ответственность, уголовная кодекса. Государственная пенсионная фонда ДНР. Это не доплата, мы не имеем права их учитывать. Жанна, Наталья, ну вы знаете, что я в этом вопросе профессионал, поэтому я профессионально вам отвечу. А я занимаюсь этим последние 7 дней. Я сейчас только с переговорами в СБУ. Мы ввели эти переговоры СБУ, Минсоц, уполномоченные по правам человека, ДМС, привлекли всех к решению этому вопросу. А секрет очень простой. Просто у нас министерство социальной политики заложило в бюджет 2016 года на полмиллиарда меньше. И теперь необходимо каким-то образом это сэкономить. И лучше они не нашли такого причины сэкономить, как показать, что переселенцы мошенники. Данными и пониманиями. Я не обвинял никого. Я хотел вам подчеркнуть правильную простую вещь. У нас министр живет на Фейсбуке, его иначе поймать невозможно. Мы с ним диалог ведем в Фейсбуке. И мне пришлось просто хитростью попасть на пресс-конференцию в СБУ, чтобы просто задать вопрос министру глаза в глаза. Понимаете? Он очень волновался, когда увидел меня в первом ряду, потому что он был уверен, что я в этот день буду в Краматорске. Но я приехала утром и попала на эту пресс-конференцию. И видела волнение. Но он не пришел и на парламентские слушания. Он не пришел на парламентские слушания. Он ответил, что это мошеннические схемы. В результате двух дней переговоров мы таки пришли к выводу, даже СБУ сказал, что их письма, которые получают сейчас департаменты социальной защиты, не являются мотивом к действию. Они не являются причиной для прекращения выплат. Они всего лишь есть мотивом для проведения проверок. А потом уже принятие решения останавливать выплаты либо не останавливать. Но у нас Министерство социальной политики поспешило приостановить выплаты, дать распоряжение. И вот эти два дня мы ведем безрезультатные переговоры с Министерством социальной политики о том, чтобы они просто изменили в своем письме алгоритм действий для управления труда и соцзащиты. Потому что у них первым предложением стоит приостановить выплаты, вторым предложением направить списки в ДМС. Но приостановится действие справки. Это означает не только социальные выплаты по внутренним пенсии, инвалидность, пособия одиноким матерям. Все это приостановлено сейчас. На каком основании? Вот разумеете? Вы приняли закон, а Министерство соцполитики своим инструктивным листом полностью меняет закон. Вы опять перепутали с Минюстом. Смотрите. А вы в Фейсбуке не могу задавали? В Фейсбуке, конечно, договорился о встрече. Наталья, мое личное мнение, что человек, если всю жизнь работал на свое государство, неважно, где он находится, в Израиле, в Америке, или где бы он не захотел, он должен получать ему предназначенные выплаты видеопенсии. Однако, надеюсь, что Павел Леонидович зараздывается и слух ваши слова. Я сейчас начну обижаться на вас. Это на нашем комитете для вас много Главное, чтобы на вас не обиделись жители Донбасса. Но я хочу подчеркнуть. Жители... Наталья переживет. Жители Донбасса, чтобы правильно понять, живут у меня в квартире. Много лет. В моей квартире живут переселянцы из Донбасса. Это частная история. Вы молодец. Спасибо вам за это. Но я хочу подчеркнуть. Мы сегодняшний день... Я не говорю о Кабмине. На сегодняшний день есть четкое понимание уголовного права, которое конфликтует с гуманитарным правом. Когда наполняется казна сепаратистских организаций под названием ДНР, ЛНР... У вас есть доказательства этого? СБУ даже не предоставило такие доказательства. По моим заявлениям, в отличие, Наталья, от многих здесь присутствующих, на 2 миллиарда арестованы активы. По моим заявлениям, с моими этими руками, задержано 10 кораблей, арестовано 4. И дипломаты всего мира приходят и просят остановить меня с борьбой с их же нарушителями. Поэтому это действительно действие, которое я делаю. И мне есть чем гордиться. Но СБУ не смогло предоставить доказательства того, что эти деньги попадают в косму ДНР. Можно Георгий об этом сказать? Я думаю, он подтвердит. Дело в том, что ведь Кабинет Министров не выполняет очень важное положение закона. 2014 года. О том, что должна быть создана единая информационная база внутренних переселенцев. Она должна была быть создана полтора года назад. Ее до сих пор нет. И именно это, хотя есть техническая помощь на ее создание. И, кстати, об этом мало говорят. Но когда вы уже углубляетесь в детали, то не удивляйтесь, когда то, что факт, не создана такая база, будет еще одним камнем прикновения на пути для безвизового режима Украины. Простите, а вот можно вопрос? Наверное, я не знаю, может быть, я скорее его адресую не вам, а Роману Бессмертному. Мы вообще понимаем, сколько этих самых внутренних переселенцев существует? Сколько людей осталось на территории Донбасса, которые продолжают себя ассоциировать с Украиной? Сколько людей уехало в Россию? Вот есть эти более или менее надежные цифры? Тот же вопрос, кстати, касается Крыма, между прочим. Почему я поднял руку? Вот сейчас лунали цифры, но я бы просил вас уважно обратить на три реестри, которые существуют автономно, и их нужно разразить. Первый реестри, который ведет Министерство социальной политики, это социальных виплат, и в нем миллион семьсот с хвостиком людей. Другий реестри, который ведет Державная служба надзвичайных ситуаций, и это реестри внутрішньо перемещенных осіб. У них станом на вчорашний день было миллион 29 тысяч с невеликим. Есть третий реестри, реестри выборцев. Частина из переселенцев перерееструвалися на новых местах, и такие реестри есть точно так же в розрязи каждой области. Так вот, в этом реестри из тех людей, которые переместились, более 600 тысяч, я не помню деталей, это можно эти документы поделиться, которые набили нового адреса. Если мы говорим про внутрешне перемещенных людей, это один из ключевых вопросов при переговорах, потому что украинская сторона наполягает на обвязковой участке с пасивным и активным правом в месцевых выборах. Первое. И второе. Украинская сторона полягает на том, чтобы эти люди голосовали по месту, где они сейчас живут. Почему украинская сторона займает такую позицию? Наша аргументация такая. Мы сегодня не можем обменять двоих на трех, а если мы змусим этих людей вернуться, и они станут заложниками, это будет катастрофа ситуации. Тому наша позиция, эта система, если она будет реализована, то она має реализоваться для этих людей на территории, где они нынешней проживают. А дальше, это я скажу для профессионалов, про что это говорить? Мажоритарная модель на выборах не даёт можливість это сделать. Нема такого механізму, потому что это означает, что каждый бюлетен мае быть поданный людиня и связанный с дельницей. Это технично неможливо. Поэтому мы говорим, что для того, чтобы эти люди реализовали свои права, значит, они должны брать участь в каких-то складовах и пропорционах. Тогда бы понятно, как им доставить бюлетен, как они проголосуют, как повернуть скриньку назад. Противная сторона категорично заперечивает. А, против того, чтобы эти люди голосовали на месте, где они ниней проживаются. Б, чтобы они могли висовывать как кандидаты, например, сельские, межские головы, категорично против. Власне, как вы видите, на этом маленьком прикладе разходжение, кардинальное разходжение позиции. Теперь, почему мы говорим про это? По-перше, Украина ратифицировала все международные пакты, которые обязаны это сделать. По-друге, Украина за минулий и этот год мает приписи Верховного комиссара с прав люди по обязательности выполнения этих вимог. И украинская держава обязана это сделать. Это категория, которое касается внутренне перемещенных людей. Есть другая категория, это беженцы. Что это за особи? Это особи, которые покинули территорию Украины. Так вот, по отношению до этих осіб, ни один международный документ не зобовьязывает украинскую сторону обеспечить им право голосования. Не дивлячись на это, украинская сторона говорит, мы готовы в консульствах, а это касается Беларуси, это касается консульств на территории таки голосования. Хотя мы с вами на сегодняшний день не знаем, у них один паспорт, чи у них уже есть право на проживание на этой территории, но они еще не были этого права. Все эти вещи очень четко визначены международным законодательством. И вот наша позиция базуется на международных нормах. Почему я говорю про то, что я не бачу основ, чтобы Европа и мир пошли против воли Украины? Потому что наша позиция, это позиция, которая виходит из европейских и международных документов. И мы не имеем права займать позицию, про которую внутренне перемещенные особи не проголосуют. Чому? Это ключевое порушение политических прав громадян. И как мы можем погодиться на ущемление этих прав? Потому что, понимаете, что происходит? Если мы это допустим, вы на второй день пойдете в суд, и что бы мы не делали тут всем колгоспом, эти выборы будут просто скасованы. И это относится и внутренне перемещенных и многих вещей, которые связаны с этим конфликтом. Поэтому я говорю, люди добрые, перед тем, как про это говорить, нужно обеспечить безопасность, минимальную хотя бы присутность государства, которая бы легитимизировала этот процесс. Потому что, если не берет в этом участке Центральная выборчая комиссия, суды, не имеют там присутствия Державный реестр, элементарное вопрос, списки выборцев, если не действует Державный реестр, это означает, что не имеют формально-юридичных это не будет визнано ни в Украине, ни в мире. А это означает, что мы просто будем выглядеть, как неадекватные люди в этой ситуации. Поэтому все вещи должны решаться последовательно. Да, Борислав, вы что-то хотели? Или вас уже удовлетворили? Нет, нет, нет. Я хочу просто еще что-то добавить, то, о чем мы все забываем. На самом деле, все, что говорит Роман, верно, но мы забываем одну вещь. В основном, мы сейчас сражаемся за территорией. А надо сражаться за людей. Это большой вопрос. Я как раз хочу... Но сражение за людей мы не выиграем без информационно-пропагандистского фронта. Напоминаю, у нас в России гибридная война. Гибридная. Шапка закидательства здесь не работает. Здесь необходимо работать на информационном фронте, как на обычном боевом, так и на международном. И для этого нам необходима программа. государственная программа, идеологическая, как мы будем свои национальные идеи и вообще свои интересы в информационном плане отстаивать на этих территориях. Я вам скажу так, там сейчас работает исключительно вот все про ТВ и русские каналы. Все. Там очень на определенном участке. Все остальное деблокируется жестко. Поэтому я говорю, я слишком хорошо знаю, что происходит на территории. И на сегодняшний день надо четко понимать, что мы можем рассказать про себя. Человек, который находится в агрессивной информационной среде, вы видите, что происходит в России, начинается быть естественным членом этой среды. Люди верят в бред, который рассказывают. Поэтому нам нужно работать в этом плане. Кроме того, нам нужно четко понимать, что Россия работает на территории Украины. И нам также надо защищать здесь свои интересы. И в том числе зачастую с экранов больших телевизоров мы слышим контексты, которые в любой стране будут рассматриваться как попытка подрыва национальной безопасности. С этим вопросом должна работать СБУ. Именно служба безопасности Украины, безопасности, именно она должна заниматься. И вот это вопрос для Министерства информации. Они должны выстроить. Для НАЦРАДы они должны выстроить определенную идеологическую платформу, чтобы это не стало, упаси боже, спеццензурой. Но это должна быть идеологическая платформа. Как? Мы будем рассказывать о том, что происходит у нас. в Крыму, в Луганске, в Донецке. Потому что там по-прежнему наши люди. И эти люди не всегда знают, что происходит здесь. И за них надо сражаться в первую очередь, за их души. Потому что, если мы обо всем договоримся, придем туда, а там расскажут, да вы что, вы хотите, чтобы вот эти бандеры устроили беспредел? Да вы же помните, они в славянские младенцев распинают, они рабов выделяют. Этот бред люди верят. С этим нужно как контраргументами бороться. И эта задача такая же важная, как и переговорные процессы. Спасибо. Реплика по поводу контрпропаганды. К сожалению, с пропагандой сложно бороться. Почему? Потому что ложь всегда интереснее. Согласен. Она бредовее, интереснее, поэтому нереально это сделать. Как реально что сделать? Это только, знаете, история восточной и западной Германии. Была хорошая пропаганда восточной Германии, что у нас самая лучшая, отличная. Но люди все равно убегали в западную Германию. Почему? Потому что там реформы прошли, потому что там жизнь была. Да, понятнее. Пока у нас мы внутренне не поменяемся, не разойдутся вот на таком, пока мы недалеко отошли друг от друга. Ну давайте будем честными. Нет, это история. Реформирование, понятное, внятное государство, это будет лучше работать любой пропагандой. Пропаганда всегда интереснее, ложь интереснее. Она вот, кто придумал этого славянского мальчика? Ну идиотизм, да? А оно работает, потому что ложь интереснее. Что касается Минских соглашений, мы не заметили одной вещи, что, как у нас любят сейчас, зрада перемога. Мы перемогу сделали, вот украинцы не любят часто перемогу и свои признавать. Это то, что, например, от нас сейчас не требуют в ультимативном порядке принятия спецстатуса Донбасса. немногие это заметили, что огромное давление общества, которое почувствовало власть, которое хотело все-таки продвигать это. Но они понимают, не пройдет. И поэтому этот вопрос не решается. Сейчас приезжает Штайнмайер и говорит, а давайте выборы проводить. Ну это такое, это отступление это, потому что мы были монолитны, мы к этому пришли. Поэтому тут перемога, мы должны это отметить. Давайте похлопаем. Это перемога. И поэтому дальнейшее должно быть давлением. Нам нужно тянуть время с минскими соглашениями. Они хорошие, плохие, должны разговаривать. Лучше, чем разговаривают пушки, лучше, чем гибнут сотнями тысяч украинские войны. Мы должны терпеть хотя бы до июля, это точно пока не будут продлены санкции России. Ну и скорее всего еще выборы Соединенных Штатов в мире. Вот вы знаете, я бы хотела продолжить немножко то, чем начал говорить Борислав, но переместиться в поле не Донбасса, а русская пропаганда и русское влияние присутствия сейчас усилилась на Западном фронте. Я имею в виду страны, которые являются непосредственно участниками нормандского формата. Я сейчас буду говорить о Франции, потому что я лучше ориентируюсь в этой ситуации. Я вам хочу сказать, что тот массивно не пропаганда, а скажем так дезинформация, которая сейчас происходит, она значительно страшнее, опаснее, чем просто пропаганда, потому что у французов есть иммунитет пропаганды. И они всегда нам говорят, не дай вам Боже впасть в контрпропаганду, потому что то же самое, что тоталитаризм и контртаталитаризм. Это такая же опасность. А вот что касается дипломатического присутствия русского в Париже, который просто ездит французским дипломатам по ушам, дошло уже до того, что французский министр иностранных дел, он считает, что панацея для спасения экономики Франции это снятие санкций с России, потому что проблема внутренней экономики это проблема связанная с сельским хозяйством, а это связано с тем, что нет экспорта в Россию. Естественно, это не так, но надо признать работу русской дипломатии, которая вложила... Оксана, и дают ростки вот эти зерна, которые... Конечно, они дают эти ростки, потому что министр иностранных дел Франции это бывший премьер Франции. Это человек, который не совсем из дипломатического поля и он не так интересуется досье международных отношений, как это было с предыдущим Фабиусом. Уже другой министр. Вы говорите про ИРО? Да. Я говорю про ИРО. Да, про ИРО. Про ИРО, конечно. Нет, Фабиус был дипломатом, но ИРО это премьер-министр в первую очередь к тому же бывший учитель немецкого языка, который дружит с Меркель и говорит с немцами на их языке. Хорошо, и что должна сделать Украина, Оксана? Пока нам хвастаться нечем. Хороших новостей из Украины во Францию точно не поступает. Во-первых, Украина должна если поступает, то мало. У нас как не кризис, извините, да, то очередные разборки. Подсказки от высокопоставленных французских дипломатов. Из страны проблемы Украина должна превратиться в страну решения. Что это значит? Это не мне говорите, депутатам говорите, пожалуйста. У французов проблема с экономикой? Окей, Украина, новый рынок, который открывается. Значит, наш министр иностранных дел должен в первую очередь предложить, чем Украина может быть интересна Франции. То есть он приходит с пакетом предложений со стороны Украины и потом на десерт, как это принято в дипломатии французской, решает вопросы, связанные с политикой, с дипломатии. Я бы очень хотела вернуться к минскому процессу, потому что есть два камня преткновения очень важных. Во-первых, французы уверены, что Донбасс проблема это не на вот этой маленькой части оккупированной территории, а что это касается всего региона и что сепаратисты прорусские это не вот эти вот маргинализированный криминалитет, который сейчас во с оружием в руках воюет против Украины, а что все население русскоязычное, что оно все население региона против Украины и что по закону международного права нужно обязательно давать гарантии меньшинству. Поэтому они стоят на позициях выборов. Но когда вы им рассказываете популярно, очень подробно вот ту позицию, которую только что изложил Роман, они говорят, ой, по-моему, мы вляпались. И они начинают менять свою позицию. Если вы заметили, Конституцию уже никто не произносит, про Конституцию уже никто не говорит, потому что им уже доходчиво это изложили. Второй момент очень важный. Это камень преткновения, это амнистия. Слово амнистия в современном международном праве имеет очень много трактовок, которые нам совершенно не подходят. Французы нам подсказывают следующую вещь. Есть такой концепт, который называется юстиция переходного периода. Это то, что помогло французам выпутаться из их конфликтов после Второй мировой войны с немцами. Это то, что помогает сейчас решать вопросы сирийской оппозиции. Так вот, если бы мы убрали из переговорного процесса слово амнистии и заменили его на юстицию переходного периода, что это значит? Это значит юридическая квалификация совершающихся там событий. Когда ты даешь такую юридическую квалификацию, ты входишь в поле международного права безотносительно того, признана эта войной, не признана эта войной. У нас есть юридическое вызначение прокси войны, с которой мы сейчас стыкаемся. Во всяком случае, это была подсказка нам. И тут французы были бы на коне в этом процессе нормандском, потому что это их концепт, который, кстати, противостоит концепту американскому. И они бы с удовольствием этим воспользовали, чтобы сыграть роль миротворцев. Я к чему веду? Наша дипломатия должна отказаться от своей школы, такой вот, извините, пожалуйста, господин Юрий, но это все-таки советская школа, когда черная и белая, когда враг и наш. Дипломатия это более гибкая структура. Я хотел бы... Если мы работаем в нормандском формате, мы должны понимать, что европейская дипломатия, особенно французская, это не игра в Чапаева, это игра в шахматы. И если мы сейчас начнем играть в шахматы, и тут без участия украинского политика, а мы никуда не денемся, потому что государство французское, у которого институции государственные имеют 200 лет истории, они не понимают, как парламент, правительство и президент не могут в момент внешних угроз найти консенсус с тем, чтобы защитить свои территории. Мне хотелось бы Константина Батошского спросить, поскольку он как раз человек, много времени проводящий в Мариуполе, на той части Донбасса, которая не оккупирована, и про которую сейчас говорила Оксана Мельничук. Все-таки, какие сейчас там настроения? Уважаемые гости, не шуми. Господа, к порядку прошу всех. В Мариуполе шумно, к сожалению, у меня очень... Неужели более шумно, чем здесь у нас в студии? К сожалению, шумнее, потому что, когда вот я буквально на прошлой неделе с ребенком выходил к морю, и была артиллерийская стрельба в Широкино, Мариуполь находится в бухте, а Широкино это край бухты, и поэтому все, что происходит там, хорошо слышно в городе. И по степени того, дрожит земля или не дрожит земля, можно приблизительно понять, это 100-миллиметровые, 120-миллиметровые, 80-миллиметровые орудия, или это танки, или что. И ребенку очень сложно объяснить, понимаете, что вот эта ситуация, в которой мы находимся, называется мир. Потому что мир, дети и все нормальные люди представляют себя немножко другим образом. Уважаемые зрители, пожалуйста, чуть потише, вы все друг с другом разговариваете, но так здесь шум у нас посторонний. В Донбассе украинском они достаточно противоречивые, потому что, как бы, политический край остался, во-первых, по-прежнему не восстановлены экономические связи между зонами, которые оказались буквально на линии соприкосновения, так называемые серые зоны. Это населенные пункты, в которых уже не первый год нету, не работает медицина, не работает образование, где нету власти, потому что сельские головы просто взял и убежал. И где постоянно происходят боевые действия, они, в принципе, зависят только от помощи военных, которые могут отвезти роженицу в роддом, а могут и не довезти, потому что всякое сбывает. И вот это та история, которую действительно не слышат в Европе, которую не знают в Европе, отчасти потому, что большинство присутствующих здесь народных депутатов за все это время ни разу не приехали в Мариуполь. Ну, я точно знаю, вас там не было. Это грустно, это, более того, это абсолютно недопустимо. И в ситуации, когда уже конфликт длится два года, в парламенте до сих пор не создано даже ни комиссии, ни комитета, который занимался бы вопросами и вырабатывал бы стратегии деоккупации как Крыма, так и Донбасса. Этого не создано. Одна единая стратегия. Этого не создано. Этого нет. Оно не работает. Ни информационная, ни дипломатичная, ни дипломатичная политика. Вы это вынуждены. Простите. Не спрацюю я одна сама по себе. В этой связи население, оно действительно дезинтегрировано. Если вы его спросите, на чьей стороне их политические симпатии, на стороне местных политиков, на стороне оппозиционного блока. Но результат этот не потому, что есть симпатия к оппозиционному блоку, потому, что вас там нет. Просто нет. А давайте устроим и можно еще одну ремарочку. Последнюю ремарочку просто касающую, хочется подвести итог, то, что сейчас происходит в Украине, то, что называют политическим кризисом. Это не контрреволюция. Это эволюционный скачок назад к ситуации седьмого года, к конфликту между президентом и премьер-министром, итоги которого мы помним. И более того, по каким-то признакам эта ситуация считывается. Раз в пять лет Юлию Владимировну гнобят публично и пытаются доводить до тюрьмы. Раз в пять лет выходит публичная практически ссора, которая действительно для европейцев непонятна. Я буквально неделю назад выступал, принимал участие в дискуссиях в НАТО и в Европарламенте. И позиция действительно такая, что есть минские соглашения, там перечислены пункты, вы выполните, пожалуйста, хоть что-нибудь, чтобы можно было шарик бросить на ту сторону, и мы бы как-то продолжили этот процесс. Все понимают, что процесс... Давайте запомнить. Идите и расскажите, вы поедете в Европарламенте, и расскажите, что это неправильная логика. А можно закончить? И последний момент. Вот эта вот ситуация, мы все должны помнить, чем она заканчивается. Европейцы хотят не просто реформ, европейцы хотят, чтобы Украина вырвалась из проклятого круга своей истории, чтобы конфликт властей просто в этой стране не случался, чтобы власти работали в симфонии. Так это должно быть. Само выворачивание белья, которое происходит вот здесь, оно отвратительно. Потому что, знаете, вот я вам как политолог просто скажу, что общего между памперсом и политиком. Выбрасывать надо иногда по одной и той же причине. И то, и то заваливаются. И только одну тезу. И, собственно, и, собственно, господа, здесь, здесь просто ваши попытки цепляться за этот парламент, за место, за за какой-то вещи эфемерные, когда дрожит земля. Никто не думает о коалициях. Извините, ну так устроены люди. И вот это вот просто вам надо учесть. Не можете уходите. Формуруйте другое правительство. Объявляйте выборы. Будьте мужчинами, будьте украинцами, будьте воинами. Вы знаете, я хочу одну тезу только сказать. Мы думали, вы хотели сказать, что вы вчера в АТО были. Я хотел сказать про инше. Вы знаете, Мариуполь захистили не депутаты коалиции, навіть не депутаты опозиционного блоку, яких вы так сегодня приспеваете тут. Мариуполь захистила украинское войско. Вы прекрасно про это знаете. Вы знаете, и когда мы сегодня говорим про беженцов, про социальные питания, про Штайнмаера, который, между прочим, не приехал 28-го лютого 2014-го и, напевно, если начнутся активные боевые действия, так же не будет отъявлять Украину. Украину захистить только украинская армия. Вы знаете, что сегодня в Херсонской области, например, нет фортификационных споруд, потому что Херсонская область не имеет соответствующего статуса территории прикордона до зони проведения АТО, потому что в Криму немало АТО, его не оголосили, хотя бы могли оголосить еще 28-го лютого 2014-го на том заседании РНБО, которое мы коментировали. А вы знаете, что там находится 40-тисячное угрупование российских войск, хорошо подготовлено и намного лучше даже оружие, чем те, что находится сегодня в Луганске и Донецке областях? А вы знаете, что, например, сегодня навал российских войск стримует не только пан безсмертный, користующийся неиснующими дипломатичными засобами, адже нема юридичного вызначения проведения. Иван, скажите, вы обращали на это внимание президента? Вы обращали на это внимание премьер-министра? Вы поднимали этот вопрос с трибуны парламента? В нас нема фортификационных споруд Херсонской области. Их треба побудовать. Сколько раз вы об этом говорили с трибуны парламента? У нас нема лицензии от НАЦРАД телебачения радиомовления на транслювание украинских программ аналоговым мовленням Я все-таки хочу уточнить вы чаще и вы все присутствующие чаще об этом говорите на ток-шоу или с трибуны парламента? Так треба говорити правду. Где вы народный депутат Украины должны говорить об этих угрозах? Люди розумеют, что такое окопы. Люди розумеют, что такое ховати своих близких. Оце люди розумеют дуже честно. Люди также розумеют, что вы уходите от ответа. Да, продолжите. Константин. Государство должно выработать стратегию деокупации тех территорий, которые заплачены врагом. Иньше оно будет. Вы не помним, Минск первым. помним, что там было секретное дополнение, как потом выяснилось. Ну, по разделу территории, что аэропорт уходит сюда, а Широкино уходит сюда. А памперсы куди отходят? Мы помним, что Это просто не можно слушать. Я серьезно вам говорю. Не слушайте. Это просто вы же говорите жахливые вещи. Вы просто ганьбите украинское суспільство. Ганьбите тех людей, которые захищали аэропорт. Это не можно слушать. Я там был. Я в Мариуполе. Я его защищал. Простите. Я там был. представник города Мариуполя. Это гражданин Украины. Он живет в Мариуполе. Он обязан сказать такие вещи. Он говорит что политики защистили Мариуполь. Не украинские войска защистили Мариуполь. не знаете. Не перекручивайте слова. В Минске почему эта коалиция повезет точнее. Когда член коалиции говорит о том, что нет фортификационных споруд, когда член коалиции обращается здесь, а не Верховной Рады, когда член комитета по нацбезопасности говорит наш ток-шоу, а не на комитете, и когда мы не знаем где проект стена, которая везде должна быть всей Украины. Вот тогда мы задаем вопрос, один вопрос, а соответствует ли человек занимаемой должности. А теперь еще один вопрос. Я поддерживаю полностью. Тогда защитили действительно Марик, добровольцы, граждане города и военные. Но я хочу сказать, в тот момент действительно никого не было. Недавно я знаю еврооптимисты вроде приезжали к вам, мне говорили, что они приезжали к вам. До этого никого не было. Но не могут действительно находиться эти территории до сих пор без контроля депутатов. А еще самое интересное, я хочу сказать, У вас там точно не было. А еще самое интересное, я хочу сказать. Знаете, какая была самая страшная ошибка совершена после Майдана? Я это понимаю сейчас. Тогда нужно было срочно ехать на Донбасс, в Луганск, в проблемные территории, в Крым и разговаривать с людьми. Но в тот момент все делили портфели. И сейчас делят, только уже не портфели, а бюджет. Проблема в том, что надо вернуться на землю. Нужно вернуться и понимать ситуацию, которая происходит. Только не надо рассказывать о том, что надо слушать Донбасс. Не слушать Донбасс, а разговаривать с людьми. И если сейчас власть не может консолидироваться, если сейчас власть действительно не найдет внутри себя резерв, увы, это похоронная мелодия для власти. Я себя не отделяю от власти, но власть обязана научиться разговаривать внутри себя. Спасибо. Почему сколько много шума вокруг Минска-2? Было много недоверия к Минску-1, он не сработал, он кончился эскалацией, был секретный протокол, все это вылилось немножко в фарс. Вокруг Минского процесса нету совершенно юридических здравоохранения, не важно, что это было, но есть маленькая проблема. Но в то же самое время есть только этот набор высоких. Но вот Роман говорит, что не секретный договор, но он же участник процесса. Поклон за то, что вы делаете. Просто мы хотим знать об этом больше и хотим знать об этом правду. И действительно никто не говорит о том, как там представлен Донбасс, кем он представлен, как там обсуждаются вопросы переселенцев, пересечения тех же пунктов, потому что вы знаете очереди, обстрелы, это же реальность. У вас Украина проведение проблем забезпечено, проблем не было, обрали, кого хотели, все нормально. Но я вам напоминаю, не с первого раза. И намагались обеспечить Мариуполь право выбора. Но люди отстояли, не побавили, все нормально. Отстояли люди, так же, как право выбора, так и свое место. Минуту поговорю. Простите меня, ради Бога. У нас не так много времени остается до конца программы, а мы заявили еще одну важную тему. Все-таки я напоминаю, сегодня два года, как началась агрессия в Крыму. Два года, как началась спецоперация по захвату и отторжению Крыма и присоединению к Российской Федерации. И на самом деле об этом о Крыме заговорил министр иностранных дел, который там пообещал, что будут предприняты с одной стороны дипломатические усилия, с другой стороны усилия информационные. Президент сегодня поручил Совету национальной безопасности и обороны провести спецзаседание по Крыму, а Кабмину составить детальный график защиты интересов Украины в международных судах. Но, знаете, есть такая точка зрения, которую очень многие комментаторы высказывают, что вопрос о Крыме украинская дипломатия поднимала недостаточно активно. И что проблема аннексии Крыма замечалась в последнее время западной общественностью, западной прессой, западными политиками в значительной мере благодаря только действиям общественных и в частности крымско-татарских организаций. Именно активисты придавали гласности в случае нарушения прав человека на полуострове, блокировали незаконную торговлю с Крымом и контрабандные потоки. Вот у нас сегодня присутствует Айдер Муджабаев, один из руководителей крымско-татарского канала АТР. Я крымско-татарский активист. Я хотел бы предоставить ему сейчас слово. Айдер, что вы делаете сейчас? Я не активист, конечно, я журналист. Активисты это другие люди, которые занимаются и делают те важные вещи, которые вы сказали, Евгений Алексеевич. Что я хочу сказать? Я рад, что все-таки вспомнили о Крыме. И сегодня очень важный и серьезный день. Сегодня два года с момента того, когда крымско-татарский народ и граждане Украины, которые были с ним тогда на этой площади, показали, что никакого заранее показали, априори, что никакого добровольного присоединения Крыма к России не существует. Это очень важный день. И мы все видим эти кадры, и мы все знаем, как развивались бы события, если бы войска Российской Федерации не вступили в Крым. Там бы ничего этого не было сейчас, это точно. Это со всей очевидностью показывает день 26 февраля 2014 года. Я не буду говорить, что сейчас расшифровки появились в этом задании правительства. Я не хочу даже об этом честно говоря вспоминать. Понятно, много там можно обвинять кого-то, что было, то прошло. Но я хочу отметить, насколько важный пример публичный общественного мнения в Крыму был тогда показан. Именно за это я подчеркиваю, за вот эти кадры, которые сняты телеканалом АТР, за вот этих людей, которые показали реальное соотношение активных общественных сил в Крыму, сейчас сидят в тюрьме крымские татары. Сидит Ахтем Чигос, сидит Мустафа Дегерменджи, сидит Алиасанов, еще там люди и так далее. Я считаю, что сегодня этот день называется день крымско-татарского сопротивления аннексии. И вот эти люди, они сейчас борются за Крым, сидя в тюрьме. Борются за Украину, сидя в тюрьме. Вот за это их преследуют, за вот этот митинг, за показания того, за демонстрацию того, что не было никакого вот этого прекрасного, гладкого перехода Крыма в состав Украины. Только благодаря этим митингу и этим людям во многом можно говорить о том, и Украина может сейчас говорить о том, что это была именно оккупация и никак иначе. Я напомню, что было после этого, просто извините за исторический такой экскурс, но я думаю, что многие забыли обстоятельства в силу разных причин и объективных тоже. Вот после этого митинга на следующее утро все проснулись в другой реальности, когда здание это было захвачено, ну и все, в общем, там был аэропорт захваченный, пошел чисто военный захват, который Владимир Путин спустя год описал очень откровенно, ясно и понятно, без всяких околичностей. Значит, потом были массовые протесты крымских татар, которые и до референдума этого, который организовали там, стояли вдоль дорог, стояли с плакатами «Крымца Украина». Это было массово, на самом деле, это тысячи людей стояли вдоль крымских дорог, а по дорогам ехали танки, чтобы было понятно, насколько это было все опасно и насколько эти люди мужественные, безоружные люди. Далее. Давайте продолжим после рекламы. Извините. Продолжим по следующей части программы. Как демократично. Продолжение следует... Ну что ж, переходим к заключительной части нашего сегодняшнего выпуска. В предыдущей части мы начали говорить о крымской проблеме. Вот скажите, пожалуйста, Григорий Михайлович, вам вопрос. Как будем Крым возвращать все-таки? И является ли это реальной задачей? Я думаю, это является реальной задачей. Второе, о чем мы должны сказать, что Крым не является предметом минских договоренностей. Это очень важно. Мы большую часть времени посвятили Минску, и понятно, потому что горячая фаза там. А формата решения Крыма дипломатического, сейчас такого, который является эффективным, не существует. Предложена идея Женева плюс. Но Женева плюс это скорее как бы облако в штанах. Потому что понятно, что для того, что Женева плюс было, нужно понять, что такое Женева. Когда говорят Женева, это Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Россия и Украина. А что такое плюс, мало кто расшифровывает. Поэтому очень нужно говорить о том, что такое плюс. И дальше, о чем нужно говорить сейчас. Безусловно, позиция должна быть такой. Безусловно, правы, когда говорят те, что крымские татары привлекают внимание, потому что это их родина. Но чего не хватает сейчас? Даже в тех инструментах слабых, которые дипломатически существуют. Я думаю, украинская сторона намного должна быть агрессивной в том, чтобы приводить всех, кого только возможно. Правозащитная организация, международный, Красный Крест, для того, чтобы сейчас быть в Крыму и говорить авторитетно, объективно о том, что там происходит по отношению к крымским татарам. Мы не должны забывать, что Сенцов, Олег, это тоже Крым. И он сейчас в заключении в Российской Федерации. И когда мы говорим о том, что может сделать Украина, ну, наконец-то, внести ясность, а какие у нас экономические отношения. закон о свободной экономической зоне. Что это такое? Какое будущее? Вот тут мы должны это делать. Но я уверен, что в обозримом будущем ни одна страна не признает Крым частью Российской Федерации. Тот же вопрос, Георгий. Я бы все-таки хотел бы вернуться к сегодняшнему достаточно трагичному и судному дню. Сегодня, два года тому назад, на нашей территории, в Крыму, вышли люди без оружия, без поддержки танков и авиации. Только силой своего мужества протестовать агрессору. Те милиционеры, которые находились там, позднее оказалось, что это все-таки были переодеты агенты ФСБ и армии Российской Федерации. И мы об этом знали. И тогда мы понимали, что борьба за родину, она выше, чем борьба за политические интересы, выше, чем борьба за власть или выше, чем борьба за какие-то финансовые блага. И сегодня, когда фактически Меджлис Крымск-Катарского народа стоит на грани признания сепаратистской организации, именно поэтому мало кто обратил внимание, что дело Ахтема Чегоза, замглавы Меджлиса Крымск-Катарского народа, который сегодня находится в тюрьме и там борется за наши с вами права, и он туда пошел заведомо, зная, где он окажется. Выезжая из Украины, он был предупрежден об аресте, но он сказал, я не могу бросить свой народ, я не хочу показать агрессору, что я испугался. Он поехал и вместе с другими членами был арестован. И сегодня, когда Меджлис, его дело из суда вернули обратно в прокуратуру, но это почему-то совпало с моментом, когда подали иск, госпожа Поклонская подала иск о признании Меджлиса экстремистской организации. Это значит, каждый, кто носит такой галстук, кто говорит на крымск-катарском языке, или кто признает свою самобытность, самоопределение, он становится экстремистом. Почему? Надо ответить на вопрос, для чего Путина нужен был быть, должен был вообще был Крым. Там какие-то ископаемые, клады были за счеты. Нет. Он через Крым пытался уничтожить Украину в целом. И те люди, которые стали у него на пути, стали костью в горле. Это те, кто защищали страну в целом. Поэтому вопрос оккупации и деоккупации Украины точно так же, как начался с Крыма, он должен закончиться Крымом. По-другому быть не может. Вместе с этим, что очень важно, я хотел бы подчеркнуть, мы поднимаем каждый день вопросы о Крыме. Вместе с Бориславом Березовым в Пассе, в БСЕ. И Крым не может быть разменной монетой. Мы никогда не смиримся с том, что там будет много агрессоров. Будем воевать, несмотря на то, что нас посадят, остановят или что-то с нами сделают. Недавно здесь были представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, лидеры самых больших политических партий. Мы предложили сделать съезд политических европейских партий в Крыму. В вышиванках, с флагами. И знаете, что сказали Рифат и Мустафа? Мы поедем вместе с ними. Мы, не пускай нас арестуют на границу, но мы будем воевать за свой народ, мы будем воевать за свою родину, мы будем воевать за свою страну. АПЛОДИСМЕНТЫ у меня вопрос. Спасибо. У меня вопрос, вот все-таки. Мы эту тему затрагивали в предыдущей части программы, говоря о Донбассе. Но вот все-таки, мы понимаем сегодня, есть ли в Крыму, помимо крымских татар, люди, которые по-прежнему ассоциируют себя с Украиной? Безусловно. Их большое количество. Сколько их? Их большое количество, но единственная институция, которая не сдается как институция, это фактически Межлис. Но о цифрах мы вряд ли можем говорить. Я нельзя говорить о цифрах, потому что каждый человек, который в Крыму скажет, я украинец, ему грозит до 14 лет лишения свободы. Сегодня спецслужбы. Георгий, а мы не льстим себе, вот мы искренне можем говорить, что действительно большое количество крымчан, не представителей крымско-татарского народа. Хотят вернуться в Украину. Мы как раз единственные, кто знаем правду. Потому что там не работают ни спецслужбы, ни милиция, ни прокуратура, ни СБУ. Но там работают наши адвокаты, правозащитники, несмотря на головную ответственность. Сегодня единственный, очень такой диевый механизм, который мы запускаем, когда, в том числе и с моей помощью, мы восстановили органы правоохранительные на территории Украины, суды, прокуратуру, милицию, фискальную службу. Мы четко даем месседж и так себя ведем. В случае нарушения прав наших граждан на этой территории, на нашей территории в Крыму, берется под колпотек сразу же, кто прокурор, кто судья, кто исполнитель. И в отношении всех открывается уголовное производство. Вручаются пидозры, они становятся в розыске. Но сегодня, по моим заявлениям, это больше тысячи человек. И каждый человек знает, что его права будут защищаться. Другой вопрос, что освобождает из тюрьмы тот, у кого ключи от камеры, а не тот, который пишет решение судна. Но что я хотел бы подчеркнуть? Для всего, что нам самое важное? Нужна вера в то, что мы делаем. Мы не можем допустить то, чтобы мы говорили о том, что мы не знаем, возможно, дооккупация Крыма или невозможно. Когда строилось государство Израиль, основной лозунг, который был создан, было Бешана Абаба Иерусалаем в следующем году в Иерусалиме. Я хотел бы сказать, что лозунг крымско-катарского народа в этом году в Крыму, в Бахчисарае. Это наш месседж. Хорошо. Хочу спросить Сергея Куницына, вот ваше ощущение, как долго еще Крым будет оставаться под оккупацией Российской Федерации? Ну, я ж не Настрадамус. Слушайте, у меня там мама живет, я два года мать не вижу, потому что меня туда не пускают, поэтому я бы хотел, чтобы это произошло завтра, но мы понимаем, что завтра это не произойдет. И думаю, что пока Путин правит Россией. Сергей, можно я уточню, насколько спокойно живется вашим родным сейчас в Крыму, ведь местные власти знают прекрасно, кто вы являетесь на материковой части Украины, кем вы являетесь? Ну, у меня сын, когда уезжал из Крыма, его шесть часов допрашивало ФСБ, задержали его на вокзале и как бы говорили, что ты твой отец подонок, и ты подонок, потому что вы за Украину, но он правда у меня боец, поэтому как бы удалось его освободить. Ну, тяжело живется, понятно, фамилия, но хотя, знаете, там, как бы отвечая на вопрос Евгения, в Крыму 600 тысяч этнических украинцев и в Севастополе, то есть 25 процентов, там 250 тысяч крымских татар. Вот эти 600 тысяч этнических украинцев в Крыму, они вынуждены были получить в основном российские паспорта? Ну, послушайте, российские паспорта получили практически все, потому что Россия сделала таким образом, что если у тебя нет паспорта, ты не получишь ни пенсии, ни пособия, ты не человек. Но я не об этом хотел сказать. Меня больше беспокоит другое. Вот если сегодня всю аудиторию спросить, кто в стране у нас отвечает за Крым? Никто не ответит на этот вопрос. Вот кто старший в органах власти за возвращение Крыма и Донбасса? У нас нет, как Архимед говорил, дайте точку опоры, у нас нет такой фигуры в органах власти. В этом вся проблема. Смотрите, мы наплодили службу, госслужба по Донбассу, госслужба по Крыму, да, а какие полномочия у этого человека? Он ниже по рангу, чем заместитель министра. У него нет денег, у него нет ресурсов. Я не устаю говорить, я был премьер-министром Крыма, я чиновник первого ранга, первой категории. Я крымчанин. Я говорю, до тех пор, пока мы не сделаем две вещи, пока мы не введем в правительство человека ранга вице-премьера, даже не министра, потому что мы потеряли 15% территории страны, и пока мы на Совете национальной безопасности не утвердим программу возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса, сегодня бессистемная работа. То есть, каждое ведомство что придумало, то и делает. Что по Крыму, что по Донбассу. Одни воюют, другие шпионов ловят, но системные, государственные программы. Она должна быть утверждена на Совете национальной безопасности. Это айсберг. Но сейчас соберется Совет национальной безопасности по этому вопросу. Малая часть айсберга, там должно быть написано. Крым, Донбасс наш, мы их вернем. Это для всей Украины. Хорошо, какие... А большая часть айсберга, это каждая служба. СБУ должно знать, что оно делает. Служба внешней разведки, МИД, адвокаты, юристы, экономика, социалка, все должны знать, что они делают каждый день для того, чтобы вернуть оккупированные территории. Какие есть инструменты? Инструменты разные. Ну, например... Ну, кто-то через Организацию Объединенных Наций, МИД работает, Служба безопасности, Служба внешней разведки работает по своим... Но нет человека, который бы это все координировал. А кто мог бы стать этим вице-премьером? Послушайте, неважно кто, что 43 миллиона человек у нас нету людей, что ли? На Украине. Еще мы такие убогие или опять кого-то импортного привезем? Ну, мы министра экологии найти не на этом. А здесь вопрос посложнее, Сергей. Поэтому я хочу сказать о другом. Я... Я... Ровно год назад меня назначили представителем президента в Крыму. И я прилетел на последнем, крайнем самолете в Крым. Меня встречало 200 автоматчиков и снайперов в аэропорту. Их, не наших. Я позвонил Константинову и Аксенову и сказал, я еду. Они мне сказали, не едьте, вас будут стрелять. Я сказал, я еду, стреляйте. И... Сейчас, знаете, я смотрю телеканалы все. Сейчас столько умников. Поехали? Поехал. И куда приехали? Я ехал в представительство, его захватил спецназ. Двое суток я работал в кабинете начальника милиции крымской, захватили его. Двое суток в СБУ, захватили его. Потом на нелегальном положении с Чубаровым и Жемилевым спал с пистолетом под подошкой. И спал, скажем так, у крымских татар, у друзей афганцев, где пришлось, потому что огонялись, ловили. Но дело не в этом. Так а итог вашей поездки? А итог моей поездки был таков, что я приехал сюда, пришел к Турчинову и сказал, что еще есть шанс не потерять. Маленький, но есть. Провел аналогию с началами 90-х. Я в первом созыве был народным депутатом. Помните, президент Мешков, там вся эта история, да? Как бы, понятно, Россия была другая, был Ельцин. Понятно, что тогда наш президент Кучма был в Киеве, а не так, как Янукович сбежал из Крыма. Но, тем не менее, аналогии определенные были. Я вам скажу так, что у России была главная задача отжать Севастополь как базу. А если получится Крым? А если получится? И я сказал о том, что Крыму надо... Я предлагал провести выездное заседание Верховной Рады. Побоялись. Там. Сразу же. Я предлагал здесь принять в первом чтении и сделать референдум бессмысленным и дать Крыму любые полномочия кроме суверенитета. Отдать экономические, бюджетные, гуманитарные, культурные, как мы в 92-м году сделали и приняли закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем. Тогда мы отдали Крыму все, но сохранили его в составе Украины. Знаете, что мне сказали на это? Сергей, вот такие козыри. Но это... Мы не можем пока этого делать. Это козыри для разговора с Россией. Я сказал нашим тогда лидерам, Россия с вами говорить не будет. Она вас не признает как главу государства. Она единственная, кого он не признает с оговорками, парламент. И если нужно было в первом чтении, кстати, крымские вожди вот эти перепуг, они этого ждали до последнего, что мы сделаем референдум бессмысленным, отдадим Крыму все, но сохраним его в составе Украины, пусть даже на уровне почти государства с денежной единицей и с суверенным составом Украины. Мы этого не сделали. И для меня было, конечно, самым странным другое. Крымские татары выходят на улицы, организованная масса, протестуют, народ борется, и, да, значит, военных гоняют по бухтам, морпехам... Это мы про вчерашнюю неделю, а про завтра? Морпехам не дают команды. И самое страшное, Евгений, я человек, который руководил Крымом, я представитель президента, приехал оттуда, Джамилев, ради крымских татар, народа, который сражается, на Совет национальной безопасности, который каждый день заседает по Крыму, ни меня, ни его не приглашают. И когда я понял, что это фарс, я подал в отставку. Но, к сожалению, уже случилось. Случилось. А теперь я вам сказал, что нужен человек и программа. Это не быстро. Хорошо, что в этой программе, Сергей, и другие? А что в этой программе? Посмотрите, ну, я не знаю, как продвигать идею санкций против тех компаний, нет, секунду, послушайте, Евгений, вы не туда движетесь. Евгений, то есть, Министерство иностранных дел, Министерство иностранных дел, работает на уровне, Совет национальной безопасности, Организация Объединенных Наций, Минюст работает на уровне судов, там, с Токгольским, там, какие там есть, да, Гаахских и так далее. Служба внешней разведки ведет работу. Мининформполитики, вы знаете, что сегодня, вот сидит депутат, да, Ваня Винник, 60 километров от Крыма на Херсонщину ни одного украинского канала не показывает. А у нас есть Минстец, а у нас на Донбассе, на освобожденной территории не показывают украинские каналы. Нужно влиять, правильно, кто-то говорил, бороться за людей надо, за умы бороться, кто-то тут берет. Вот, приклад, приклад, сегодня мне перезвонила одна людина из Севастополя и попросила допомоги. Я деякие тут детали приберу, чтобы не было можливой репрессии. А вот он говорит, мой приемный сын, Иван, хочет перевестись из Севастопольского учебного заведения в, соответственно, на Великой Украине. Сейчас обучается на втором курсе, сказали, что для крымчан перевода нет. Что делать? И дальше он рассказывает историю, он пережил там серьезный струс, стресс во время Севастопольского судов, и так далее. То есть, очень много дробных, элементарных вопросов, которые сегодня отштовхают очень много крымчан У нас нет не только программы по возвращению в Крым, у нас нет программы по поддержке людей, которые едут к нам оттуда. Мы уже 14 месяцев добиваемся, чтобы создали в Верховной Раде соответствующий комитет по Криму и Донбассу, который постоянно бы работал над законодавством. И безумніву, очень важно навести лад в Великой Украине. Потому что одна подия, которая ближайшим временем будет, 1 березня, 1 березня увеличивается электроэнергия в Украине на 25%. И я уверен, что парламент мав би на наступном тижне не в Брюсселе за свои успехи и перемоги, а зібратися на заседания и накласти мораторий на подвищение ЖКХ. И еще один момент. Мы не имеем права подрывать авторитет Украины. То, что происходило на этом тижне вокруг телеканала Интер, как прямой наступ и намагание знищить наиболее авторитетный канал, это тоже удар по великой Украине и по ее доверию. Мы не просим вас. Надо следить за своим языком в прямом эфире. И замечательно все будет. Я один короткий пример приведу. Вот что удалось сделать общими усилиями. Буквально месяц назад нам удалось воссоздать Таврический национальный университет имени Вернацкого в Киеве. Его возглавил мой первый вице-премьер Казарин, профессор из Крыма, которого мы оттуда увозили, чтобы его не арестовали. 15 тысяч студентов уехало из Крыма учиться на Украину. Но в чем Юра прав? Смотрите, Россия для тех, кто сегодня заканчивает школы, 15 тысяч мест на материковой России для крымчан зарезервировала по упрощенной схеме поступления в ВУЗы. Украина этого не делает. Они даже оплачивают им общежития, поездки туда, чтобы молодежь туда ехал. Кто выходил на улицы? Молодежь. Бороться за кого-то? За молодежь. И мы сейчас боремся. И президенту написали письмо, чтобы на базе Таврического национального университета в Киеве был создан интеллектуальный центр по выработке стратегии по Крыму в том числе. Нужно бороться и помогать и студентам, и школьникам. Нужно, чтобы они, окончив дипломы, получив в Крыму, которые никуда... То есть это должна быть государственная программа, а не история хороших частных примеров. Частных примеров. Правильно? Айдер, врачу слово. Борислав, извините, сначала Айдер. Крымская татарина чуть-чуть скажет, а потом продолжит. Айдер, для вас все. Смотрите, я хотел бы затронуть тему, которую, кажется, Борислав затронул. Это информационная вся история. Давайте не будем про все сразу. Каждый может сказать, я знаю все эти проблемы, и это, и это, и образование, все что угодно. Это все правильно, вопросов нет. Но вот пример конкретный. Мы говорим о конкретных шагах. Вот прошло два года после аннексии. Прошел почти год после того, как запрещены были в Крыму все крымско-татарские медиа, которые говорили правду, защищали свой народ, не сдались, не подняли флаг и так далее. Значит, в апреле прошлого года, после того, как АТР был запрещен, но чтобы вы понимали, что такое АТР, это крупнейший и лучший телеканал, это медиахолдинг с радио и так далее, с Крыма, которые смотрели все, не только крымские татары, и сейчас смотрят все, не только крымские татары. Вопрос, как они его смотрят, я сейчас до него дойду. Значит, проходит почти год. С июля возобновляет вещание телеканал АТР из Киева. После слов президента о том, что это дело чести для страны, чтобы АТР вещал здесь и так далее. На улице Банковой находится канал сейчас? Нет, наш канал не находится на улице Банковой, находится на улице Вавиловых, недалеко здесь. А на Банковой находился, я видел, там машина стояла. На Банковой, мне кажется, это другое какое-то. А, Крымреали, извините. Извините. Черноморка, извините. Да, да, там другое крымский канал тоже. Я с ними общался, извините. Да, да, они хорошие ребята, тоже наши друзья. Смотрите, что происходит? Много разговоров. Крым – это Украина, много хороших слов, обращения по крымской татарски. Мы все это помним и с благодарностью все это воспринимаем. Что по факту? Значит, как вы сказали, вещания там нету. То есть, оттуда заходят сюда, а не отсюда туда. Да? Это разные немножко вещи. Конечно. Вот вы говорите про гибридную войну, там и так далее. Правильно? Абсолютно. Ну так вот. А там нет, вы сказали, что там нет окопов. Но там нет и таких окопов, и таких окопов эфирных. Я же знаю, об этом и говорю. Вот. Значит, дальше что происходит? За это время я убежден, что можно было наладить вещание радио Мейдан Крымско-Татарского на почти всю территорию Крыма. Эта технология сейчас позволяет в FM-диапазоне не в том средних волнах, которые, извините, никто не слушает почти, но просто по факту, что это средние волны. Они не слушаемые. У них помех много. Их люди не слушали даже в те времена, когда не было никаких проблем и средние волны были в Симферополе свободные. Их тогда не слушали. Но есть FM-диапазоны, есть возможность ставить передатчики, ставить вышки. За это время можно было возобновить эфирные вещания телеканала АТР на, опять-таки, большую часть Крыма. Значит, ничего этого нет вообще. Сейчас будет сделано. Послушайте, ну, вот я, как крымский татарин, поверю, когда увижу. Значит, я не верю пока. А я верю. Ну, я вообще, вообще, вообще атеист, поэтому я вот, когда увижу, тогда я скажу. Значит, дальше, я вот, слушайте, я не хочу никакую политику, я вам расскажу, как есть, что вы понимали ситуацию. Я не могу на эфире говорить про нагальные проблемы, только с трибуны Верховной Рады. Так вот я говорю, потому что оно будет сделано. Спасибо вам большое. Вы, вот, политики, дайте, я договорю, что факт, чтобы вы знали, из этого исходили. Просто я расскажу, как есть, а вы там трактуете, спорите и так далее. Значит, за это время, подчеркиваю, для возобновления вещаний на Крым не сделали ничего. Дальше, я вообще хочу сказать, вы просто, может быть, там сидите крепко, да, и не упадете по этому. Вы знаете, кто оплачивает вещание телеканала АТР на территорию оккупированного Крыма? Кто? Как вы думаете, кто обеспечивает вещание украинского кадана на территорию Крыма? Ленур Руслямов. Ленур Руслямов. Ленур Руслямов. Человек, который лишился всего своего бизнеса, вообще всего, остался вообще ни с чем. Он объявлен в России, там, террористом, экстремистом, кем угодно. Он является патриотом Украины, который делает какие-то реальные дела. Значит, вот одно его реальное дело, с которого он начал и которое он продолжает на себе нести, он его создал в Крыму и сейчас здесь. Это телеканал АТР, Радио Мейдан, ну и так далее. Вот это медиахолдинг крымско-татарский, да? Значит, тысячи десятки тысяч долларов тратит телеканал Беженец, у которого нет даже офиса, который мы снимаем вот тут, за коммерческие деньги, студию, за коммерческие деньги. У нас нет возможности делать нормальные передачи. То есть вы нуждаетесь в государственной поддержке? Да нет, ну слушайте, госпрограмма, мы нуждаемся даже не в поддержке, а в компенсации той потерянной собственности. Может там государство сейчас помочь в этом? Собственность там отобрана, да? Хотя бы на телеканал. И, извините, доставка сигнала на территории страны, а Крым является территорией Украины по всем законам, понятиям и мнениям, да? Вот. Извините, это дело государства. Это не из моей зарплаты и не из зарплат сотрудников должны вычитаться деньги. Ну мы уже поняли, Айдар. Это первое, да? Это просто о том, что в реальности происходит, кроме слов. Айдар. Извините, я должен вас прервать. Просто еще одна тема, хотя бы коротко. Это волнует сегодня всех абсолютно. Это тоже касается внешней политики, не касается Крыма, но касается внешней политики. Я надеюсь, что Григорий Михайлович сможет разъяснить все-таки. Решение, о котором сегодня очень много говорится. Еврокомиссия отложила решение об отмене виз. Что это значит? Много технически. Во-первых, Еврокомиссия это такой технический орган. Группа высоких Все пропало. В чем была горячка последней пленарной недели Верховной Рады? Принять законы для того, чтобы на техническом уровне Украина осталась в одном пакете из Грузии для рекомендации Еврокомиссии. Дальше, следующей фазы этого процесса принятия решения Европарламентом и потом Европейским Советом. В данном случае, поскольку Украина не полностью выполнила и когда говорили, что все, оказывается, не все и не совсем. Представить поправить закон о декларировании уголовной ответственности за предоставление ложных средств бюро по предотвращению агентства по предотвращению коррупции. Вот это две такие вещи. Грузия давно все сделала. И поэтому в данном случае существует окончательное решение не опубликовано. Существует риск того, что в графике Грузия выйдет вперед. Означает ли это, что поставлен крест на безвизовом режиме? Нет, не означает. В чем существует политический календарь? 6 апреля в Нидерландах должен состояться консультативный референдум по поводу того, ратифицировать ли Голландия окончательно соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. И поэтому евробюрократы в Европейской комиссии опасаются, что если тема Украины сейчас выплывет и будет интерпретирована как доказательство того, о чем говорят евроскептики в Голландии, что вот Украина будет уже скоро членом Европейского Союза, а безвизовый режим это шаг к этому, то это может негативно повлиять на результаты референдума и там будет негативный ответ. То есть это политическая политическая арифметика. Если будет меньше 30% то вообще можно не учитывать принятые решения. Следующее заседание Совета Министра Внутренних Дел, который в рамках Европейского Союза принимает решение политическое рекомендации это март месяц, но сейчас скорее всего это будет уже после апреля, то есть это будет или май или июнь. В этом смысле мы конечно упустили время, я бы так это сказал, сейчас упущено время и мы могли бы намного приблизить этот график, но это не означает, что мы утратили шансы в этом году получить безвизовый режим. То есть еще шансы на то, что осенью виза отменят для нас еще и остаются. возможно даже летом, если не летом, то осенью. Спасибо. Борислав, да. Я хочу поддержать свою коллегу абсолютно. Дело в том, что у нас часто пишут заголовки, не думая какой эффект это произойдет. Нельзя все мерить зрадо-перемога. Чем интересен Евросоюз, как нам образец, это тем, что они все делают по протоколу и согласно процедуре. Процедура очень четко прописана. Поэтому они дождутся действительно референдума, а потом уже что-то сделают. Но я хотел бы сделать шаг назад. Борислав, а можно вопрос? Давайте. Но вот все-таки поправить закон о декларировании доходов и доизбрать трех членов национального антикоррупционного мы не успеваем доизбрать. Это физически. Давайте говорить тоже по процедуре, мы не успеваем. Это правда. И нам Европа идет на встречу. Но, Евгений, я хочу сказать немножко о другом. Я хочу вернуться к теме Крыма, потому что на самом деле то, что витает в воздухе, надо произносить. В Крыму есть потрясающий человек Александр Усик. Наша гордость, боксер, украинец, который ходит сейчас в Севастополе в украинском костюме спортивном, с флагом Украины, который не меняет паспорт, который живет в Крыму и говорит, что он украинец и он будет жить в Крыму. Я хочу объяснить, что таких в Крыму много. Но Усика не тронут, потому что он действительно... Ну, это... Мировая знаменитость. Это мировая знаменитость. Они побоятся его тронуть. Это слишком большой будет резонанс. Я хочу сказать, что в Крыму есть много лидеров общественного мнения. С ними надо работать. С этими людьми нужно общаться, им помогать. С этими людьми нужно налаживать коммуникативное общение. И самое главное, в Крыму надо бороться за молодежь. Судя с Айдером, согласен на 100%. Именно поэтому сейчас группой депутатов и частных инвесторов создается открытый украинский университет, который имеет непосредственное отношение... Да, университет Украины, который будет заниматься образованием, в том числе выходцев из Крыма на нашей материковой Украине. И это будет лучшее капиталовложение. Хотелось бы, чтобы государство присоединилось. Я не очень в это верю, но хотелось бы. И самое главное, только через действительно жесткий план, то есть через систему мы можем вернуть эту территорию. Но людей мы можем вернуть только через общение и донесение информации о том, что у нас происходит. Поэтому еще раз говорю, Крым это Украина. И мы за ее будем сражаться. Спасибо, Борислав. Друзья, извините, времени у нас совсем мало. Обижайтесь или нет, но закончит нашу программу наш гость Тарас Костанчук, который молча отсидел все это время. Я всех вас выслушал и уверен, есть что вам сказать. Пожалуйста, Тарас. Глава объединения участников АТО справедливости. Я уже был на вашей передаче, чтобы все меня внимательно слышали и видели. Очень интересно слушать. Аж нудить. Я пришел сегодня почему ты говоришь и не делаешь. Если вы депутат, ты урядовец и так далее. Послушайте меня уважно. Треба просто делать. Не говорить, а делать. Диять. Понимаете? Крым наш. Крым не обговорюется, не задается вопрос, будет ли он повернутый, не будет повернутый. Если кто-то решит, что Крым не повернулся, мы их выкинемо и пойдем повернулся к Крыму. Это понятно, так? Донбасс наш не обговорюется. Почему там нет информационной политики? Я практически уверен, что люди, которые не допускают нашу информацию до Крыма и до Донбасса, оплачены ФСБ Россией. Они находятся в уряде, они находятся в Верховной Раде. Почему у нас не ставятся ретрансляторы, которые передают нашу телевидение, нашу информацию на Донбасс и на Крым? Нет ответа? Значит, кто-то работает на Российской Федерации. Я вам еще скажу, что я сподіваюсь, что таки очень скоро, очень скоро все пойдут под суд. Мы вернем Донбасс. Хочете вы этого, не хотите, я не знаю. Мы вернем Крым. Хочет этого кто-то, не хочет, я не знаю. Мы вернем. И потом мы притягнем до суду, до ответственности, до криминальной ответственности всех, кто должен это делать, не делал. Все, кто должен реагировать на зеленых мужчин в Крыму, не реагировал. Это была града. Есть аксиома. Краина защищается любой ценой. Крыминская. 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 Так, как вам подсказывает сердце. И вот поверьте, что сердце вам подскажет правильный шлях. И Украина победит. Спасибо, Тарас. Спасибо, Украине. На этом все. Господа, Тарас, спасибо за последнее слово, которое вы сказали веской в нашей сегодняшней программе. Она тем временем подошла к концу, если кто-то чего-то не успел сказать сокровенное. в следующий раз встретимся через неделю. Всем спасибо.